Девушки отдыхают Братик, я хочу спать с сестрицей Мужун А, с сестрицей Мужун? А, тогда я уложу тебя в кровать Да, я хочу посекретничать с сестрицей Мужун А, когда это вы так сблизились? Ну, отношения с женщин очень удивительны Братик, пока-пока Сёудзе О, младший братик взбодрился Я ведь стараюсь Раз они ушли, то мне нужно поговорить с тобой кое о чём А, вот как? О чём? На самом деле, я только что почувствовал, что рядом с магическим городом Появилось большое количество мастеров Мужун Как вы узнали об этом? В конце концов, я практикую технику мастеров Мужун Как только обнаруживается большое количество одинаковой энергии То я сразу чувствую это О, техника клана Мужун действительно оригинальна Поэтому в это время ты должен быть очень осторожен Эти люди с большим шумом появились здесь А, я понял, не волнуйтесь Тогда я пойду отдохну Хорошего отдыха Большое количество мастеров, значит Да, это меня устраивает Смело нападайте Крупная торговая улица Должно быть это здесь Место, о котором говорил управляющий Ли Совершенно отличается от других Ты хочешь купить машину? А? О, учитель цынь Ну, все же я собираюсь жить в магическом городе Как можно обходиться без машины? Идем В этот магазин поступила новая машина Я так долго ее ждала Ах, как же классно быть богатой Идем, идем Ах, хорошо Ах, так значит Сестрица О которой она говорила Это та, что была на собеседовании Ах, ну и ладно Сначала займусь основным делом Спустя какое-то время Вход в магазин ВИИКС Ага, должно быть Это тот магазин О котором говорил управляющий Ли Ах, быстрее Быстрее, быстрее С дороги Ааа, что происходит? О боже мой Этот Каен Геси Снагшевателен О, неужели это Каен Геси Ван? Невозможно Я должен увидеть его Извините Дайте пройти О О Добро пожаловать Господа Представляю вашему вниманию Один из шести экземпляров Ограниченной серии Каен Геси Ван И сегодня он будет представлен Своему владельцу Проходите И убедитесь Сами Эта машина Такая Вычурная Ха Но мне нравится Ладно А посмотрю-ка я ее Добро пожаловать Господин Я Лиси Продавец Магазина ВИИКС Позвольте спросить Вы желаете Купить машину Меня зовут Лин Фан Позови сюда Своего босса А Ну Хорошо О Вы Господин Лин Да Добро пожаловать Я директор Этого магазина Можете звать Меня Просто Вон Ай Лучше уж Буду звать Лаубан Да Как вам Будет угодно Президент Президент Лин Этот Конгеси Ван Привезен Специально Для вас Я с большим Трудом Заболучил Эту машину Что Это тот Местный Супер Богач Который Заказал Эту машину А Молодой Богатый Если Я стану Его девушкой Тогда Ваш магазин Кажется Не специализируется На продаже Машин Не так ли Господин Лин Вы Наверное Не знаете Но Фикс Это Необычный А Элитный Магазин Если Вам Нужна Какая Нибудь Вещь То Вы Можете Достать Ее Мы Предоставим Вам Все Что Вы Пожелаете Президент Лин Пойдемте Пойдемте Осмотрим Салон Я Все Подробно Расскажу Вам Об Этой Машине Нет Ты Мне Неинтересна Держись От Меня Подальше А Что Вы Сказали Я Сказал Ты Мне Неинтересна Держись От Меня Подальше Хорошо Господин Лин Ладно Какие Еще Интересные Вещи Имеются В Вашем Магазине О У Нас Много Таких Вещей Они Находятся На Складе Я Провожусь Туда Президент Лин О В самом Деле Старый Клим Был Прав Он Истинный Источник Финансирования Я Когда Не Собирал Разнообразные Хорошие Вещи Наконец Я Смогу Продать их Вау! Здесь есть и такая машина! Это ведь Каенгеси! Она выглядит очень дорого! Это Каенгес Ван из ограниченной серии! Ей нет цены! Как ожидалось от магического города, здесь есть даже такая роскошная машина! Интересно, какому богачу она достанется? Если бы ты не поссорилась со своим отцом, то какой-то хорошенький Каенгес не ушел бы в руки какому-то богачу, да? Хм, я не хочу мириться с человеком со старыми взглядами! Ты ведь богачка второго поколения, а прикрываешься учителем, чтобы познать жизнь обычных людей! Ты действительно ничего не понимаешь! А ну хватит! Ай-и-и-и! В то же время на складе! Президент Лень, этот склад наполнен хорошими вещами! Не стесняйтесь! Смело осмотрите тут все! А, это сумка! А, да! У вас глаз наметан! Эта сумка сделана вручную высококлассным мастером во всем мире! Ай, сразу к делу! Сколько она стоит? Этот перафилит содержит в себе духовную силу, хотя в нем немного духовной силы, но сейчас все же не следует упускать даже такую малость! А, еще одна вещь с духовной силой! Также мне еще нужна вот эта коробка сигарет! О, хорошо! Берите все, что пожелаете! Сумка стоит 75, а коробка сигарет 16! Хотите что-нибудь еще, Президент? У нас тут есть еще лафит из 73-х летней выдержки! Не нужно! Упакуйте, пожалуйста, те две вещи! О, да, хорошо! Президент Эйни, мы будем рады увидеть вас снова в нашем магазине! А, разве это не Линфан? Это ты? О, вы знакомы? Да, это тот самый мой ученик! Ээээ, невозможно! Этот богач на собеседовании, это твой ученик? Эээ, что? Не могу поверить! Кто бы мог подумать, что твой ученик это тот самый богач! Эээ, ты уверена? Не ошибаешься? А? О, учительцы, мы снова встретились! Эээ... Эээ... Молодец! Эээ... Не ожидала, что ты проводил собеседование с моей лучшей подругой! Эээ... 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 боже мой ну для меня это пустяк учитель ценю вы тоже пришли купить машину если и хотела бы я не могу позволить тебе купить машину это она хочет купить я уж точно не смогу купить такую машину как у тебя не будет купить простую сколько же у тебя секретов ничего такого кстати можно отложить у тебя эту машину а то боюсь у меня больше не будет другого шанса чтобы покататься на такой машине это конечно можно подожди пока оформят документы как хорошо быть богатым только вышел а уже встретил двух красавицей а так завиду ему поторопитесь с документами нам нужно идти хорошо хорошо пожалуйста подождите немного ваши документы скоро будут готовы а вот все документы теперь эта машина ваша нужно ли мне вывести машину на дорогу хорошо садитесь и я покажу что значит быстрая езда остальные вещи отправьте прямо ко мне домой пожелайте президент ли это машина просто великолепно только вот в городе не покатаешься с лихвой я знаю один автотрум едем туда отлично учитель цель почему все время смотрите на меня хочу видеть сколько же еще секретов у тебя тогда учитель цель даже если из-за всех сил будете стараться что-нибудь рассмотреть то увидите только это все шутки шутишь а флиртуете через полчаса у подножья какой-то горы здравствуйте это закрытый автодром позвольте узнать у вас есть бронь все он это я ооо мисс цель почему раньше не сказали что приедете сюда прошу заходите не ожидал что учитель цель частый гость этого места у меня тоже много секретов это очень большой автотрум здесь есть пересеченная местность место для гонок горная местность и так далее что касается нас то мы пойдем направо в площадку для гонок мисс цель почему ты пришла сюда какое тебе до этого дела эй как какой если бы я знал что ты придешь то встретим у тебя ухода кажется это твой поклонник да это очередной представитель золотой молодежи ох кто этот парень это не то и дело мистер чао можете пожалуйста уступить дорогу не удивить а что ты так равнодушна к моим ухаживания так значит у тебя есть невинный мальчонок джоу-лан тебе лучше проявить немного уважения а что такое задел за живое что ли я ученик учителя цель тебя зовут джоу-лан советую сейчас же извиниться перед учителем цель что так это запрет на любовь между учеником и учителем мисс цель не ожидал что тебе нравится такое скажу тебе последний раз извинись извиниться я же сказал правда зачем мне нужно извиняться сказал бы заранее что тебе нравятся невинные мальчики я знаю немало таких жигла могу познакомить тебя с ними безопасные и надежные не больные гарантирую они обслужат тебя ты посмел ударить меня я же сказал извинись где все где все меня ударили о про джоу броджоу броджоу кто ударил тебя это был он может то вызовем полицию все в порядке лимфан вовсе необычный человек мне очень жаль тех парней конце концов сколько у вас двоих секретов о которых я не знаю парень ты даже посмел ударить меня ты действительно не знаешь кто я такой ну как же ты тот кого ударили а почему все твои люди стоят на коленях так вот чем дело ты культиватор не удивительно что ты так за ночью позволь мне сказать я не то чтобы знает других культиваторов надоел мне еще нужно вместе с супер красавицами протестировать машину немедленно извинись не трать мое время я извиняюсь ладно этого пока достаточно я разобрался а теперь поехали леньфан так ты культиватор я слышал как джау сказал это ты знаешь культиваторов хотя я не знаю о китайских культиваторах но когда я училась за границей случайно столкнулась с тем у кого есть суперспособности это должно быть то же самое что и культиваторы верно да верно но я не культиватор и не человек со суперспособностями ну и кем это ты прикидываешься брат в конце концов кто тот парень ох это леньфан он культиватор ох ну понятно не удивительно что мы все в один миг опустились на колени не волнуйтесь хотя он и культиватор но я не спущу ему с рук сегодняшнее дело человек со суперспособностями из страны м который сегодня здесь катается на машине я уже рассказал ему об этом инциденте теперь остается ждать когда он отомстит за нас неужели это андерсон верно это он так это андерсон он самый лучший человек со суперспособностями в стране м он обладает большой силой и скоростью а если это он то тот леньфан точно мертвец да верно андерсон скорей приходи не могу дождаться увидеть то как ты без трансудного низишь этого леньфана в то же время парк транспортных средств эй красавица чего ты так медлишь поехали уже быстрее да я так долго ждала этого а вот чёрт через час ресторан хи-хи-хи-хи-хи-хи я так ужасно устала твои умение водить действительно изумительное больше не позволю тебе водить машину эээ эээ ээээ эээ 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 я страшно ваша чёрт ха-ха-ха-ха-ха я тоже не ожидала что эту машину будет так трудно водить на высокой скорости расти снаружи ресторана а у дорогой андерсен ты и приживал лон не используя этот странный перевод для меня ты знаешь мой уровень языка сказал что столкнулся с проблемой до меня или и я хочу чтобы он молил о смерти не волнуйся я очень сильно заставлю его молить о смерти но плода за это не волнуйся 5 миллионов этого должно быть достаточно и еще рядом с ним есть две красавицы их двое так что когда придет время одна твоя вторая моя хорошо договорились а вот это он эти красавицы мне нравится когда придет время они будут нашими парень а так тебе не хватило прошлого раза парень до твоя смерть уже близко а это твой подручный что ли мальчишка говорит стоя что это такое ты не достоин заставить меня стать ты что смерти ищешь нет это невозможно как же скучно андерсон а андерсон лет летел настолько а так ты все еще не ушел значит парень думаю что таким приемом я сможешь навредить не вы пока ешьте а я скоро приду будь осторожен будет помягче здесь неудобно давай выйдем я еще не убивал культиватора и сын кула парень я могу с уверенностью сказать что ваши методы атаки совершенно отличаются от наших но самой могущественной является суперспособность всегда есть люди которые используют свое невежество как право хвастаться ну давай давай покажи мне свою так называемую суперспособность вот же я заставлю тебя заплатить на свою наглость сегодня ты умрешь бручок если это будет посторонних не случится ли раз уж ты догадался до этого думаешь я не подумал об этом я уже расчистил всю базу здесь никто не появится умри умри парень умри скажи стране м все такие тупые простые атаки против меня бесполезны конечно же я знаю это от руки я считаю что моя способность это необычайная сила и скорость но они не знают мою настоящая способность это управление молнией что это и есть суперспособность он ведь не умрет это и есть суперспособность это и есть суперспособность да очень кстати я тоже чувствую запах обожженного тела что ты значит любишь играться с молниями тогда я покажу тебе кое-что интересное это называется даоски карающий гром я же говорил с линьфаном все будет в порядке это 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 этот подширец а 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 чёрт возьми такой а ты все еще в сознании хе-хе-хе тогда получай еще одно а нет нет подожди а а и почему же нет я признаю поражение ты ты сильнее что Андерсон проиграл он что признал признал поражение тогда быстрее убирайся отсюда а я уже ухожу а ха-ха-ха я обманул тебя умри а а а а а а это что правда думал что я так просто признал поражение это пистолет из стороны м и пуля умри Пуля обладает высокой токсичностью, менее чем через 10 минут твое сознание помутнится, тело начнет гноиться, а затем, хе-хе-хе, ты умрешь. Ха, похоже, ты все еще не понимаешь разницу между нами. Это невозможно, невозможно. Это специально изготовленное оружие. Как человек смог устоять против него? Изначально я хотел просто отпустить тебя, но теперь... У тебя уже не будет такой возможности. А? А? Нет, нет! Хм... А эта специально изготовленная пуля интересна. Такси внутри смог немного навредить мне. Над чем, черт возьми, работают люди страны М? Андерсон! Андерсон! Ты убил человека! Ай, да не волнуйся ты. Он просто отключился от страха. А вот что касается тебя... А? А? Нет, ты не можешь убить меня. Мы в циньхуа. Ты ответишь по закону. А? Хе-хе-хе. Не беспокойся. Я не убью тебя. Но ты тоже должен поплатиться. А? А? Пре-прекрати! А? Нет! Через несколько дней. Какое-то загадочное место. Господа, Андерсон был повержен неизвестным человеком из циньхуа. Этот парень, похоже, смог устоять против нашей пули. Наши пули специально изготовлены для китайских культиваторов. Пуля может уничтожить их дянь-дянь в корне. Но похоже, что она бесполезна против этого человека по имени Линьфан. Вы вдвоем встретитесь с ним. После многих лет исследований Ассоциация наконец создала яд, который может полностью уничтожить дянь-дянь культиваторов Китая. Нельзя допустить того, чтобы из-за этого парня возникли непередведенные обстоятельства. Дом Линьфана. Страна М все-таки смогла действительно разработать это. Лауэй, в чем дело? Система в стране М отличается от нашей системы в Китае. Мы культивируем через духовную энергию неба и земли. Но в стране М используют научно-технические методы и с их помощью непрерывно развивают человеческое тело. В стране М есть ассоциация людей, обладающие суперспособностью. Эти люди чрезвычайно загадочны. Эта таинственная ассоциация разрабатывает различные технологии, которые могут противостоять китайскому культивированию. И эта пуля является одной из них. Эта пуля пропитана новым видом яда, который может разорвать связь культиваторов с духовной энергией неба и земли. И в то же время она вступает в реакцию с духовной энергией неба и земли, образуя высокую токсичность. Если они и вправда начнут массовое производство данной технологии, то это, несомненно, будет огромным ударом по нашей стране. Ах, вот значит как. Леньфан, боюсь они уже наблюдают за тобой. Будь предельно осторожен. Хорошо, я все понял. Технологии страны М. Хм, очень интересно. В то же время в каком-то загородном доме. Хм, обладающие способностью из страны М? Не волнуйтесь, мы пришли без враждебных намерений. Вы вторглись в дом Мужуна и еще говорите, что пришли без враждебных намерений. Хм, советую вам, как можно скорее уйти. Вам ведь знаком Леньфан? Все говорят, что в семействе Мужун появляются сильные из поколения в поколение. Увидев впервые, я сразу могу сказать, что слова о вас распространяются не зря. Да, на самом деле мы пришли сюда в надежде на вашу помощь. А, помощь? Верно. Наша цель визита тоже касается Леньфана. Раз уж у нас одна цель, то как насчет того, чтобы объединиться? Хм, объединиться с людьми из страны М вы не заслуживаете. То, что случилось между нами и Леньфаном, это наша собственная забота. Забота Китая это не ваше тело. Ха, так и знал, что вы, китайские мастера, не только глупы, но и упрямы. Увидев вас сегодня впервые, я могу сказать, что это действительно так. Вы ищете смерти? Похоже, стоит применить это. Вы, кучка китайцев, совсем не знаете ужаса нашего Тянь Ци. А, вы люди Тянь Ци? Ха, именно. Уже поздно. Это новейшая технология, разработанная нашей страной. Она может высвобождать специфическое магнитное поле, в котором вступает в реакцию с вашей, так называемой силой неба и земли. Проще говоря, пока вы находитесь в пределах этого магического поля, вы, китайские культиваторы, не сможете оказать никакого сопротивления. Не слишком ли ты недооцениваешь нас? А, что, сломал? Слышал, что Тянь Ци секретно разрабатывает технологии относительно Китая. Видимо, уже удалось сделать это. Только вот вы недооцениваете силу китайских культиваторов. Поехали. Умрите. Подождите. Подождите. Что ты хочешь сказать напоследок? Умрите. И вправду, нет никаких вторных намерений. У нас у всех одна цель. Это лимфуан. Тогда почему бы нам не объединить усилия? Этот парень уже на фундаментальном уровне. Согласно вашей китайской системе культивации. Что ты сказал? Вам будет полезно объединиться с нами. Вы ведь видите, что наше научно-техническое изобретение, независимо от того, что оно не сможет блокировать вас долгое время, но за этот короткий период все еще можно оказать на вас влияние. Хммм. Отпусти их. Что за вражда между вами и лимфаном? И как вы узнали, что мы здесь? Лимфан убил нашего человека. Это сержести лимфана. Поэтому у нас общая цель. Хмм. Я могу сотрудничать с вами. Но это лишь в порядке исключения. Хорошо. У нас есть план? План таков. Господа, у вас есть возражения? Кто бы мог подумать, что ваш план будет таким детальным и тщательным? Ох, хо-хо. Но это пока что примерный план действий. В таком случае желаю нам удачи. Желаю нам удачи. Горная тропа. Итойцы, ив прям глупы. Они так легко поверили нам. Семья мужу смогла удержать свою позицию в течение многих лет. В них определенно есть что-то особенное. Нужно быть осторожными. Хорошо. Мы как раз воспользуемся этим случаем. Можем уничтожить всех китайских культиваторов, которые будут участвовать в аукционе. Хе-хе-хе-хе. А? Что? Эй, тут есть один китайский культиватор. Не хочешь опробовать наше новое изобретение? Да, давай. Через некоторое время выбрала. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Кто там? Выходи. Хе-хе. Что это вы здесь делаете? мы пришли заполучить твою жизнь отлично значит осмелись встать у меня на пути умрите все еще думаете кажется наше изобретение неплохое танцы потратил 10 лет на разработку данной технологии ладно нам нужно идти да идем лавой таком случае сегодня не буду беспокоить тебя хорошо увидимся послезавтра да хорошо через день гостиница жемчужина в магическом городе очень сильная энергия лимфан человек из семи мужу уже прибыл он здесь да я знаю это мужун шан о твой знакомый мы не знакомы в лицо пришедший мужун шан мужун фэн мужун линь все они почти достигли фундаментального уровня но все вместе они смогут высвободить энергию сопоставимую с фундаментальным уровнем интересно ну что же идем господин линь входите аукцион в самом верхнем этаже через некоторое время а такое большое линьфан ты пришел я уже занял тебе место большое спасибо лавой а вы члены семьи мужун наслышана вас лавы а вы создаете я больше не член семьи мужун пожалуйста присаживайтесь все люди уже пришли теперь ждем когда придет и он дон хуан идемте сюда прошу Позвольте спросить, могу ли я сесть сюда? О, ну конечно можете Давно не виделись, Моженшо И вправду домой не виделись Не ожидал, что ты предашь семью, Моженшо Ты подумала о последствиях Вредь, семья Моженшо Иху, Лифаншо Сяо Юань, что ты здесь делаешь? Точно, как только зашла, сразу увидел тебя Правда? Тогда мы точно предназначены друг другу судьбой Кстати, после окончания аукциона Приглашаю тебя поесть Как раз тогда встретишься с моим папой Хм, с твоим папой? Мой папа и есть Юань Донг Хуан О, этот парень связан с дочерью Юань Донг Хуана Это немного затрудняет дело Вот как, неудивительно Хм, неожидала, что ты знаком с дочерью Юань Донг Хуана Я смотрю, у тебя широкий круг друзей Хм, это неожиданная встреча О, он раскусил нас Боюсь, что да Но мы с тобой никогда не показывали наши истинные лица Дзинь из стороны М Инь из стороны М О, интуиция лень ужасает Хм У тех двоих абсолютно точно плохие намерения Эй, посмотри, Юань Донг Хуан пришел Я впервые вижу его в жизни Ах, мой папа пришел Пойдем, встретишься с ним Ах, ха-ха Мастер Юань, очень рад познакомиться с вами О, смотрите, три гения фэн-шуя тоже пришли Три гения фэн-шуя О, Юань Донг Хуан из севера И полагаю, этот аукцион будет намного загадочным, чем мы думали Папа Папа Доченька, ты так быстро пришла Ха-ха-ха Судя по всему, он делал это ради Линь Ю Надеюсь, у него нет злых намерений по отношению ко мне Линь Ю Ты хорошо знаешь этого молодого человека Ну, можно сказать и так Я посоревновалась с ним Однако, проиграла Он очень силен Идем, я познакомлю тебя с ним А-а-а Мастер Юань Наконец-то встретился с вами Я член семьи Юй Мы встречались раньше На этот раз Я пришел сюда специально, чтобы встретиться с вами Эй, ты что делаешь? О, значит ты сын Юя Господин Юань, так значит вы все еще помните меня? Господин Юань, я наслышан Извини, у меня есть дела Папа, познакомься с Линь Фаном Эээ, хорошо Эээ, вот черт Линь Фан, рад знакомству, господин Юань Взаимно Моя дочь впервые прибыла в Пекин К счастью, молодой господин Линь позаботился о ней Надеюсь, моя дочь не доставила проблем Господину Лину Эээ, господин Юань, вы слишком учтивы Ваша дочь очень умна и сильна Быть может наоборот, это я доставил ей проблем Да, это верно Эээ, кто бы мог подумать Что Юань Дон Хон и три гения Юга тоже придут Хахахаха Неожиданное преимущество Как раз устроим облаву для всех Но этот Линь Фан Если он снова заметит нас, то, боюсь, на этот раз все не пройдет так гладко. Даже если Линьфан уже на фундаментальном уровне, он все равно не остановит нас. Тянь Ци непобедим! Верно. Даже если Линьфан очень силен, то перед наукой и техникой Тянь Ци он все же лишь маленькая букашка. Семья Мужун, Тянь Ци, устроит облаву. Что же, вот у кого неожиданное преимущество. Парень, поговорим немного позже. Сейчас уже нужно начинать основное дело. Да, ожидая с нетерпением. Господа, вы заждались. Господа, я почти уверен, вы знаете, что сегодняшний аукцион необычный. Вот почему я пригласил всех уважаемых людей магического города. Честно говоря, господа, сегодняшний аукцион – лишь прикрытие. Наша истинная цель кроется в другом. Вы ведь знаете эту вещь, господа. Это трава бессмертия. Это трава бессмертия. Верно. Трава бессмертия является чудодейственным лекарством для мастеров боевых искусств. При заложении фундаментального уровня она может очистить мозг простых людей и поможет им открыть двери культивации. Трава бессмертия – чрезвычайно цена. Как вы все знаете, за последние 10 лет в целом магическом городе менее 10 человек использовали траву бессмертия. Но... Аура еще сильнее, чем та, что была. Что? Трава бессмертия? Их несколько десятков? Господин Янь, не держите нас в напряжении. Скажите в конце концов, какова ваша истинная цель? Месяц назад я обнаружил один загадочный странный городок. Эта трава бессмертия находилась поблизости того старинного городка. К тому же, в округе этого старинного городка росли более тысячи таких трав бессмертия. О-о-о-о! Согласно заявлению Юань Дон Хуана, этот старинный городок будет очень полезен для меня. Но... Ага! Загадочный городок наполнен бесчисленными нечистями, которые питаются той чудодейственной травой. Тогда-то я и получил свои раны. Папа! Папа! Почему ты не сказал мне, что получил такие тяжелые раны? Хотя я и получил тяжелые раны, но также получил большую пользу. Не волнуйся. В округе загадочного городка бродят несколько десятков видоизмененных существ. Среди них есть один, самый сильный. По нашим меркам, он сравнится с человеком фундаментального уровня. Эти раны нанес мне именно он. Цвиток. А-а-а! Понял! Это тот серебрый зверь фундаментального уровня, который нанес мне такие тяжелые раны. Это только лишь снаружи. Так что можно себе представить, что в этих руинах спрятано огромное богатство. Поэтому я пригласил вас всех сюда сегодня, чтобы совместно отправиться туда и исследовать эти руины. Господин Юань говорит правду! Господин Юань, где находятся эти руины? В 300 милях к северу от магического города, на горе Линьшань. Господин Юань, этот городок, безусловно, для нас большая удача. Но вы также сказали, что снаружи бродит этот свирепый зверь фундаментального уровня. Тогда в центре руина. Верно. Это смертельно опасно. Но если мы сможем выжить, тогда сможем быстро подняться по социальной лестнице. Господа, подумайте о том, пойдете вы или нет. Мне, Мужуно, долг не позволяет отказаться от этого дела. Раз уж Мужун отправляется туда, то мы тоже непременно идем. Кто бы мог подумать, что у нас появится неожиданное преимущество от прихода на этот аукцион. По-моему, мы сможем уничтожить всех этих китайских культиваторов поблизости тех руин. Верно. Я доложу об этом деле организации. Парень, пойдешь с нами? Хм, ну естественно. О, отлично. Тогда подведем итоги. Все гости согласились пойти и исследовать руины. Надеюсь, вы все накопите силы, когда вернетесь. Через три дня встретимся здесь и подготовимся к отъезду. Господин Йоанн, не беспокойтесь. Эти травы бессмертия. В соответствии с определенной долей, я раздам всем, кто сегодня присутствовал на аукционе. Большое спасибо, господин Йоанн. Отлично. Господа, давайте сначала запишем всех. Ли Фань, я разрешаю тебе пожить еще несколько дней. Ха-ха-ха. Ха, в таком случае, спасибо тебе. Да не за что. Парень, ты... Господин Йоанн, есть ли у вас немного времени? О, снова он. Я хотел бы пригласить вас выпить по стаканчику. О, в следующий раз. Парень, если у тебя немного свободного времени, приглашаю тебя выпить. Я угощаю. Господин Йоанн приехал издалека. Конечно же, это я должен угостить вас. Тогда хорошо. Я уйду пораньше. Хорошо. Ах, этот Йоанн Дон Хуан ни во что не ставит меня. И еще этот Йоанн Фань. Я вас уничтожу. Через некоторое время в ресторане. Выпьем. Ах, а почему мне нельзя пить? Отличный алкоголь. Кстати, господин Йоанн, вы пригласили меня выпить. О, это ведь не только ради выпивки. Я уверен, господин Йоанн хочет поговорить со мной о чем-то другом. О, ты угадал. Есть еще одно дело. Парень, ты... Полагай, человек не из этого мира. Должно быть, ты из легендарного клана бессмертных культиваторов. Так вот, что он имел в виду. Господин Йоанн, вы правы. А, неудивительно, что ты так силен. Так ты, значит, из клана бессмертных культиваторов? Господин Йоанн, пожалуйста, держите это в секрете. Безусловно, я повстречал много кланов бессмертных культиваторов, поэтому знаком с их правилами. Поскольку ты из клана бессмертных культиваторов, то не буду томить. Я надеюсь на то, что ты скажешь своему клану отправить мастеров, чтобы они вместе с нами пошли исследовать руины. Можешь ли сделать это? Те загадочные руины так страшны? Господин Йоанн так боится? Только снаружи уже имеются сильные свирепые звери фундаментального уровня. Тогда насколько ужасающе может быть внутри? Боюсь, простому культиватору фундаментального уровня не удастся выбраться живым. Поэтому надеюсь на то, что люди из твоего клана помогут нам. Что касается ценных вещей, которые мы найдем в этих руинах, поделим их поровну. 50 на 50. Как тебе? Йоанн Дон Хуан так боится того старого городка. Похоже, он что-то недоговаривает. Однако 50%... Если бы это я был один, то этого бы хватило. Но если придется использовать силу моего клана, то, боюсь, 50% не хватит. А, тогда сколько ты хочешь? Ха, 80. А что? Это... Лин Фаня, 80% это слишком много. Но это действительно слишком много. Давай сделаем так. 70% это самая большая уступка, на которую я могу пойти. Ха, хорошо. Договорились. С поддержкой мастеров из клана бессмертных культиваторов, на этот раз у нас будет большой урожай. Хе-хе-хе. Парень, полагаюсь на тебя. Да, хорошо. Мы уезжаем через три дня. Нам хватит времени. Не волнуйтесь. У нас еще есть время. Однако мистер Ян не боится, что кто-то в моей семье заберет все богатства себе. Ян Моуа путешествует в Цзэнху несчетное количество лет. Он видит людей насквозь. У брата есть аура праведности. Его не повезти. Праведности? Инна никогда не думал, что я, бог разрушения, могу зваться праведным иногда. Младший брат, я верю, что никогда не ошибаюсь на счет людей. Этот мистер Лин, естественно, не подведет мистера Яна. Всего наилучшего. Пока. Три дня спустя. Магический город. Кэрл-отель. Все. Пожалуйста, приготовьтесь. А, мистер Ян, давайте. Есть лишь три сильных основателя, но остальные тоже не слабы. Сотни экспертов, и я не знаю, сколько из них смогут вернуться из руин живыми. Младший брат, вот ты где. Как твоя семья? Мистер Ян. И не переживайте. Я все устрою, и сильнейшие в моей семье втайне позаботятся об этом. Отлично! Все, начинаем! Полдня спустя. Гора Фулин. Ха! Ха! Хе-хе-хе! Видишь, этот лес полон миазма. Не волнуйся, Ян уже подготовил таблетки для противодействия яду. Хоть с вашей силой не стоит бояться небольших миазм, но на всякий случай примите их. Сто восемьдесят девятая глава. Мне это не нужно. Хе-хе! Линьё, ты тоже возьми? Да, отец. А, миазм. Кстати, мистер Ян, я пришел сюда в прошлом году. Как так вышло, что я не нашел эту таинственную реликвию? Это показывает, что Иоанн удачливее тебя. Хе-хе-хе! Иоанн все сказал! И еще через два часа мы подойдем к подножию горного хребта. А подножие горного хребта находятся магнитические пещеры. Как только вы пройдете через них, окажетесь на крайне таинственных руин. Так, седлайте лошадей! Полчаса спустя... Миязм впереди, становится все суровее и суровее. Так что будьте... Мистер Йоанн так осторожен? Это просто небольшая миазма. Я не пью лекарства, и ничего не случилось. О, нет! Да. Отведаем, отведем его в сторону. Отдохнуть. Странно, миазм вокруг не су... Странно, миазм вокруг несколько сильнее, чем до этого. Всем быть осторожными! Миязм усиливается! Да! Два часа спустя... Через пещеры перед нами вы сможете войти с другой стороны руин. Что это? Смотрите! Что это? Миязм? Птицы, летающие в воздухе на высоте сто тонн метров, умирают из-за миазма! Слева держаться подальше отсюда! Сто девяностая глава. Мистер Юнь, когда вы были здесь, у входа в пещеру, было столько миазмов? Было, только теперь миазмов вокруг стало намного больше. Миязмы распространяются. Кажется, скоро будет что-то плохое. С одним противоядием против такой миазмы не выстоять! Эликсира против ядов не хватит на всех! Как насчет того, чтобы уйти, накопить достаточно пирюль и эликсиров, и потом вернуться? Не паниковать! Кто готов двигаться дальше, делитесь с ними противоядием. Кто не может и не хочет добровольно уйти? Мистер Юнь, младший покидает вас! Я так понял, остальные готовы? Я очень рад! Вы получите по одной пилюле на каждого! Давайте продолжать! Некоторое время спустя, внутри пещеры... Будьте осторожны! Впереди густой миазма! Осторожно! Чего? Нам жизнь не важнее, чем трава! Господин Юнь, этот Скорпион необычный! Сто девяносто первая глава... Ох, здесь действительно что-то не так! Обратно возвращаться уже поздно! Я не сдамся! Продолжаем двигаться, но будьте осторожны! Да, хорошо! Проход еще далековато! Будьте очень осторожны! Маленькие твари! Так и бесите! Круто! Это невероятно! Какой быстрый! Это то чудовище, что ранило меня! Что? 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 Этот зверь не только быстрый! Но с его огнем справиться будет крайне тяжело! А-а-а-а! Черта! Небесные цепи! Сто девяносто вторая глава... Остальное оставьте на нас! Умри! И это... Еще не вся! Хорошая работа! Мистер Юнин! Здесь слишком опасно! Мы пойдем! Мотаем отсюда! Странно! Мистер Юнин! Вы что-то нашли? О-о-о! Оно... Наполовину полиняло? Это молодой зверь? Молодая! Она такая сильная! Смотрите! Кожа этого зверя еще не исчезла! Но мы его ранили! Это показывает, что он был молодым зверем! Если бы он был взрослый... Если бы он был взрослый... Нужно продолжать идти! Спустя немного времени... Это внешняя граница Руина! Давайте постараемся! Пойдемте! О-о-о! О-о-о! 193-я глава! Полчаса спустя? О-о-о! О-о-о! О-о-о-о! Это... О-о-но! О-о-о! О-о-о! Это... Дракона? Почему в прошлой жизни я не нашел это место? Хотя... Здесь действительно есть дракон! Это... Достойная древняя страна с 5000-летней историей! Здесь фрески с соображением двух взрослых зверей, но тот, кого мы встретили, был молодой! Может ли быть? Это значит, что нас ждут еще эти два зверя! О-о-о! Неужели это сила дракона? О-о-о! Похоже, мы окружены! Разделяем и властвуем! Ага! 194-я глава Господин, помоги мне! Если мы позволим этим двум зверям и китайским мастерам боевых искусств проиграть, мы сможем пожинать плоды! Братлиня, берегись! Второй и третий брат! Приготовьтесь ловить его! Поняли! Младший брат, ты в порядке? Нормально! Пять атакует? Так много! Господин Йоня, пожалуйста, отвлеките его! Доверься мне! Золотая формация восьми триграмма! Сработало! Это твой шанс, братлиня! Да! Получай! 195-я глава Попробуй-ка! Карающий грамма! Восемь триграмма! Взрыв! Убили! Что? Его хвост все отразил? Как раз вовремя! Братья страй! Да! Да! Теперь наша очередь! Цинь-инь! Нанеси ему последний удар! Хе-хе-хе! Оставь это мне! Хе-хе! Зверюка сегодня тебе... Тебя не станет! Хе-хе-хе! Сто девяносто шестая глава! Что? Хе-хе-хе! Это плохо! Хе-хе-хе! 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 Как это случилось, брата? Вы! Ребята! Почему вы так сделали? Говорят, культуре Хося пять тысяч лет. Но я не думаю, что она такая примитивная. Для вас честь умереть от руки Апокалипсиса. Апокалипсиса? Муронгшана. Этих двоих привела ваша семья. Вы сотрудничаете с предателями и предаете страну. Нет, мы не предатели. Нет. Мы так не договаривались. Вы слишком тупые. Бля так. Отправляйся в ад. Попробуем. Моя новая игрушка. Это как? Невозможно. Сто девяносто седьмая глава. Ха. Удар был слишком сильный. Убей этих людей. А что касается Ленифана, давай вернем его в организацию. Хорошо. Не могу поверить, что я наконец-то понял о чем ты. Повесели нас. Я сделаю это для вас. Идите в ад. Тупые люди Хося. Всегда найдутся высокомерные глупцы, которые считают, что они правы. Что? Что? Как можно было все это уничтожить? Извини, ты ошибся. Я не позволю тебе забрать их обратно. Давай посмотрим, на что ты способен. Ты получил удар от этого зверя и все еще в порядке? Но ты нам не подходишь. Люди Хося, времена изменились. Сейчас век технологий. Эта поля специально создана для борьбы с культиваторами. Красный мгновенно блокирует твою ауру. А синий полностью разрушает твой день тяня. Ты очень хорошо можешь болтать, но... Китайская поговорка гласит, что лев борется с кроликом изо всех сил, а вы, очевидно, не знаете этого высказывания. Невозможно. Твоя сила должна быть заблокирована. Сто девяносто восьмая глава. Смотри. Я дам тебе попробовать твои же поля. Что? Черт. Ты? Черт, а ты? Теперь ты. Теперь ты. А вот вам и апокалипсис. Вот же блюдок. Не будь слишком счастлив. Наши технологии в апокалипсисе. Это нечто большее. Это поле, которое я не собирался использовать. Ради тебя. Ради тебя. Используя. Это немного веселее. Сто девяносто девятая глава. Питайцы. Смотрите, какие технологии апокалипсиса. Твои меридианы скоролопнут. Ублюдок. Ты меня недоцениваешь. Что это? Что это за сила? Технологии апокалипсиса действительно мощные. Если бы не девять камней небесного бога, для восстановления меридианов потребовалось бы намного больше времени. Это невозможно. Это не твои технологии, так что возможно. Невозможно. 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 Ты не человек. Да, ты прав. Я и правда не человек. Э, э, действительно? Я бессмертный император! двохсотая глава BEST morally Ну, с ним всё. Ты следующая. Эээ, почему ты боишься? Как китайцы могут быть такими сильными? Я, я... Не волнуйся, скоро все закончится. Контроль сознания. Я задаю вопрос. Ты отвечаешь на вопрос. Поняла? Сколько лет существует апокалипсис? Какой заговор стоит за вашей тайной разработкой технологии против китайских монахов? Апокалипсис существует? Апокалипсис? Он... Вот же чёрт. Это их сообщники? Секреты апокалипсиса. Никто не должен рассказывать. Но ты тоже должен умереть, Линфан. Джон, наша задача – защищать секреты апокалипсиса от внешнего мира и не доставлять лишних хлопот. Скучно. Я бы хотел посмотреть, на что способен этот Линфан. А у тебя ещё будет шанс. Погнали! Ты просто хочешь свалить? Не получится. 201 глава. Мастер-шифу, привет-привет. Хотите уйти? Но я не отпущу вас. Что? Никакого уважения. У тебя ещё есть силы? Я могу вас убить. Но я надеюсь, что вы будете вести себя тихо и иначе. Хорошо. Отличное решение. Нужно проверить, как там мистер Йонь и банда. К счастью, он только потерял сознание и не получил серьёзных травм. С ним тоже всё нормально. А ещё вы. Я помог вам выжить, но я пожертвовал вашей культивацией. Никогда в этой жизни не переступайте дорогу Китая. А теперь нужно мне посмотреть, что внутри. Хм... 202 глава. Руины довольно интересные. А это... А вот ты где, друг мой... Фрагмент души? А? Ты знаешь, что такое фрагмент души? Без лишних слов, позволь мне посмотреть, что у вас здесь есть. По... По... Подожди минуту. Это твоя сокровищница? О... Почему люди всегда любят разыгрывать эти трёки? Молодой парниша, ты... Да... Я бессмертный культиватор. А ты... Хе-хе... Что? Кто ты такое? Бог погибели. Что? Хватит об этом. Посмотрим, что у тебя есть. Сокровища здесь же? Культиваторы любят делать тупые, подлые трюки. Хе-хе-хе... 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 Хе-хе... 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 Это с утра, бессмертия. Здесь все результаты, которые я описал, на протяжении всей жизни. Хе-хе... Что это за чёрт? После всей моей тяжелой работы ты показываешь мне это? Если что-нибудь еще... Нет, больше ничего. Покеда. Подожди минутку. А? Чего? Я хотел сказать... Меня зовут Ву Ванг, истинный монах. Меня предал ученик, что привело к падению моего царства. Поэтому я оставил здесь фрагмент своей души, ожидая родственную душу. Я что, похож на родственную душу? Раз ты здесь, значит такова моя цба. Пожалуйста, помоги мне исполнить мое желание. Ты сам по себе. Позаботься об этом сам. Что я могу сделать, если я всего лишь фрагмент души? Не говори так. Раз я встретил тебя, значит это судьба. И я протяну тебе руку помощи. Это... Это... Что это за сила? Это... У меня появилось физическое тело. Восстановление физического тела? Что это за божественная сила? Я сделал все, что смог. Отомсти сам. Двести четвертая глава. Старший был для меня большим благодетелем. Отныне я хотел бы следовать за вами и служить вам. Старший, дайте мне шанс служить вам. Я не подведу вас. Хорошо. Разрешаю. Спасибо, мастер. Некоторое время спустя. Как китайские культиваторы достигли такого уровня? Информация должна быть возвращена в штаб-квартиру как можно скорее. Этот лейфан станет камнем преткновения на нашем пути к величию. Пойдем. Теперь я заключаю с тобой договор души. Я спрошу тебя в последний раз. Желаешь ли ты об этом? Я спрошу тебя в последний раз. Жалеешь ли ты об этом? Не жалею. Очень хорошо. Дело сделано. Теперь скажи мне, какова твоя месть? Да, мастер. На настоящему меня зовут Ксю Ванг. Ты из семьи Сю, которая была 300 лет назад? Мастер, вы знаете о семье Сю? Значит, эти слухи были правдой. В прошлой жизни я слышал сплетни о том, что семья Сю была суперсемьей в то время, 300 лет назад. Но один из учеников семьи Сю, воспользовавшись тем, что глава семьи Сю находился в уединении, поднял восстание и сумел уничтожить семью Сю и основать семью Муронга. Продолжай. 300 лет назад моя семья Сю была настолько могущественной, что не имела тебе равных. В то время я только что прорвался через сферу возвращения пустоты и собирался взять под контроль семью. Но меня предал мой ученик. Сердце людей не без грехов. Подумать только, что основа моей семьи была опрокинута таким негодяем. Этот Муронг, Килиан, изначально был просто молодым учеником, но я увидел его талант и взял его в ученики. Я учил его, как своего сына, но кто знал, что я кормлю тигра, который предаст меня. Я заставлю эту семью Муронг заплатить за это. Пойдем. Да. 205-я глава. Вау, вы, ребята? У меня хорошие новости для вас. Я вернулся. Ах, да, это я. А вы, ребята? Эти два маленьких существа были возвращены моей силой души более 300 лет, прежде чем достигли своего нынешнего состояния. С этого момента он ваш мастер. С этого момента он ваш мастер. Вы двое, мне кажется... Вау, мастер, вы такой силой владеете. Это просто одна из техник культиваторов дао. Теперь следующее. Подождите. Ах, подождите. Мистер Юнь, вы в порядке? Братец Линь, ты спас меня? А этот человек? Помощник, клан, о котором говорил братец Линя. Спасибо вам за вашу помощь. Что? Мистер Юнь, мой человек не любит разговаривать. Кстати, в руинах мы нашли книгу. Это же метод бессмертного культиватора. Это... Это... Брат Линь, это слишком ценно, чтобы я мог взять это. Кто сказал, что ты ее возьмешь бесплатно? Чего? Хорошо, очень хорошо. Я понял. Что это за двое милашек? Это же драконы и звери. Ужасно красивые, а? 206 глава. Что? Что произошло? Господин Муронг, вы наконец-то проснулись? Мистер Юнь, брат Талифань, вы ребята. Вот что произошло. Пара минут спустя. Так вот, в конце концов, этот ученик основал семью Муронга. Ученик? Семья Муронг? Падение секта? К этому вопросу нужно отнестись серьезно. Семья Муронгов, да? Господа, давайте соберем вокруг духовные травы и уйдем. Правильно. Прорезли сюда. Не просто так. Имперский город. Семья Муронг. Цинь Муронг. Глава семьи Муронг. Пожалуйста, вернитесь назад. Восточный японец Ичиро Кашимото. Мистер Муронг, не принимайте посмешных решений. Я недостаточно ясно выразился. Мистер Муронг, я еще не сказал свое слово. Нет необходимости говорить больше. Пожалуйста, возвращайтесь. Почему вы, китайцы, всегда такие глупые и невежественные? Не будьте бессовестным, старик. Я не хочу больше проблем, но не заходи слишком далеко. Мастер Муронг, вам лучше сначала просмотреть эту информацию, хаята. Принеси ее. Слушаюсь. Что это? Теперь вы собираетесь отказываться от моего предложения? Я надеюсь, семья Муронг даст ответ в течение дня. 207 глава. Господин Кашимото, согласится ли Муронг на ваше предложение? Я волнуйся. Он сделает это. Свяжись с ниндзя золотого цветка. Как только вернешься, и скажи им, чтобы начали поготовиться. Через три дня приезжают в Китай. Хорошо. Дом Линфоня. Все, дай. Я дома. Братец. Ты наконец-то вернулся. Пойдем. Я отведу тебя в хороший ресторан. Кстати, на следующий день приходил старик и сказал, что оставил для тебя письмо. О, что? Я сейчас найду, братец. Вот, смотри. А это? Это знак японских ниндзя. Господин, что там? Это вызов, брошенный нам ниндзя с востока. Хех, только что был апокалипсис. Теперь настала очередь ниндзя с востока. Мистер Юнь? Линфон, ты получил письмо ниндзя с востока? Вы тоже получили? Брат, это очень важно. Давай поговорим лично. Брат, случилось что-то плохое? Все в порядке, все, дай. Я ухожу. Я приглашу тебя сегодня на большой пир. Хорошо. Дом? Я уверен, очень многие получили такое же письмо. 208 глава. Я не могу поверить, что ниндзя востока отправили сообщение в такое время. Они умеют выбрать подходящий момент. Я слышал, что семья Муронг согласилась объединить усилия с восточными ниндзя, чтобы провести этот съезд. Сначала семья Муронг объединилась с апокалипсисом, а теперь они согласились объединиться с японцами. Какой позор для Китая. Если подумать, то... В прошлой жизни я слышал, что это приглашение на соревнование под названием спор ниндзя, проводимое ниндзя восточной Японии. Турнир ниндзя, названный турниром по обмену боевыми искусствами между двумя сторонами, на самом деле является кваликоффициентным боем. Раз в три года, обе стороны посылали 13 человек, чтобы соревноваться друг с другом, и если побеждал восток, они должны были согласиться открыть 10 дадзян ниндзя в Китае. Помню, в прошлой жизни все восточные японцы проиграли турнир по ниндзюцу, и главной силой победившей их была семья Муронг. Как получилось, что в этот раз... Брат Линьфан, что случилось? Все в порядке. Кстати, перед тем, как вы пришли, я поинтересовался подробностями этого сбора по ниндзюцу. Официальное время проведения сместилось на полмесяца позже. Но с моим нынешним физическим... Но с моим нынешним физическим состоянием, боюсь, я не смогу участвовать в этом соревновании. На этот раз, основные силы, которые будут участвовать, в основном, имперская столица города дракона и столица дьявола, три партии объединятся и проведут внутренний отбор. Мы тоже втроем! Именно поэтому я пригласил вас всех сюда, чтобы обсудить участников. Господин Йонь, давайте будем откровенны. Вообще-то, у меня есть кое-какая внутренняя информация. Все участники с востока ниндзя группы Золотого Цветка. Что вообще? Правильно. Ниндзя уровня Золотого Цветка, эквивалентный нашим культиваторам уровня основания. Говоря об этом, такое отношение совпадает с моими воспоминаниями из прошлой жизни. Я все еще помню то время. Это был брат Моронг Цин, который лично победил шесть ниндзя Золотого Цветка в одиночку. Что касается остальных сражений, то Китай проиграл только одно. И в результате, восточная Япония не могла сравниться с Китаем и была вынуждена отступить. Брат Лифань, на этот раз сбор по ниндзюце не так прост. Наших внутренних противников тоже нельзя недооценивать. А? Глава семьи Жан, Джан Бандауа. Глава семьи Моронг, Амуронг Цин. И множество экспертов. Тот, кто победит больше ниндзя Золотого Цветка, получит право участия в следующем китайском турнире боевых искусств. Итак, Юнь. Ты все знаешь. Брат Лифань, пожалуйста, окажи мне эту услугу. Ты действительно относишься ко мне, как к самому лучшему инструменту. В чем дело? Я сам разберусь с этим. Это всего лишь дюжина ниндзя Золотого Цветка. Ты не можешь недооценивать ниндзя Золотого Цветка, брат Лифань. Говорят, что на этот раз ниндзя Золотого Цветка самое сильнейшее поколение за последние 30 лет. Все в порядке. Предоставь это мне. Если нет, я воспользую... Использую... В силу моей семьи. В таком случае, спасибо тебе, брат Лифань. Наши внутренние отборочные бои назначены на послезавтра. Место проведения в волшебном городе. Брат Лифань, я оставляю за тобой подготовку к этим двум дням. Хорошо. Город Дракона. Тимеджан. Какая скучная игра. Позовите еще людей. Мастер, семья Муронг также участвует. Является одним из ведущих. Слишком просто. Пусть Дзэдзай и Цимин идут. Разве Цимин не был недавно в волшебном городе? Да. Поместье клана Лин. Эти восточные люди, они действительно воспринимают себя серьезно? Я хочу, чтобы вы узнали, что Китай не для таких, как вы. Два дня спустя. Зал боевых искусств. Господин Йонь, не слишком ли мы рано? В зале всего несколько человек. Похоже на то. О, ну вот. Это семья Ван из имперского города. Ха. Ван Фань. Ван Фен. Ван Фань. Ван Фэн. Из семьи Ван рады знакомству с господином Йонем. Давно не виделись. Вы двое улучшили свою культивацию. Двести десятая глава. Ах. Ха-ха-ха. Господин Йонь. Семья в сборе. Мастер Ло. Я не ожидал, что господин Йонь тоже придет. Это обязательно. Господин Йонь, хотите кусочек мяса? Лучше наслаждайтесь сами. Давай без этих вежливостей. О, какой великий Мона. Ах. Я вижу, ты тоже здесь. Линь Ян Тянь. Линь Фан. Как я ожидал, ты тоже будешь. Линь Ян Тянь из семьи Линь? Хм. Интересно. Джан Цзай. Джан Цзи Мин. Похоже, все уже почти здесь. Господин Йонь, кажется, мы не видели ни одного мастера боевых искусств из волшебного города. Еще не все пришли. Хм-хм-хм. Господин Йонь. Хм-хм-хм. Мы не опоздали? Секта Небесных Руин. Вэнь Жуик Тэ. Секта Небесных Руин. Вэнь Жук Хой. Вэнь Жуёй. Просим прощения за опоздание младших. Хм-хм. Знакомьтесь, господин Йонь. Приветствую вас, господин Йонь. О, пожалуйста. Братлинь, эти двое наши помощники из Трицы. Вэнь Жуёй и Вэнь Тиа из Секты Небесных Руин. Так это они? В своей предыдущей жизни я слышал, что в волшебном городе скрывается могущественная секта под названием Секта Небесных Руин. Но у меня не было возможности встретиться с ними. Ты ведь Линфон, верно? Приветствую. Приветствую. Боюсь, что если он будет кошлять и дальше, то не могут отказать лёгкие. 211-я глава. Похоже, что все здесь. Теперь, когда все здесь... А? Что? Начнём от Бурочной Беи. Почему бы не начать с моей семьи Муранг? Муранг Цин. О, глава семьи Муранг действительно пришёл лично. Рад познакомиться, господин Йонь. Китайские воины? Не сердись, Мастер Муранга. Хотите кусок мяса? Мастер Лу, если вы будете продолжать в том же духе, я рассержусь. Хе-хе-хе, я бы не посмел. Да, Мастер Муранг подчиняется внешнему миру. Он яростый боец против наших собственных китайских мастеров боевых искусства. Достаточно. Господа, мне кажется, между нами возникло недопонимание. Я пришёл лично, чтобы объяснить это недоразумение и рассказать вам, почему так вышло. Я также хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать вам, что моя семья Муранг никогда не предавала Китай. Чё ж, ваша семья Муранг предала нас. Они сделали это 300 лет назад. Лень, Яньтань? Ты хочешь умереть? Ну, Муранг, убей меня, если посмеешь. Вот же. Я не буду с тобой возиться, как я уже сказал. Цель сегодняшнего дня объяснить вам всем. Господа, вы знаете семью Ига? Семья Ига – самая могущественная семья ниндзя в Японии на сегодняшний день. С ниндзя золотого цветка под их командованием нельзя шутить. Да, Ига могущественные и амбициозные. Они затаяли злобу на землю Китая ещё несколько десятилетий назад. Клан Ига тайно планирует найти возможность полностью уничтожить Китай. И их первый шаг – уничтожить наших китайских культиваторов. Я знаю о заговоре клана Ига. Но что с того, как они могут свергнуть нашу великую нацию, имея только их? Я тоже так думал, но... Все, смотрите на эту информацию! Это... Этого... этого не может быть! Правда? Мастер Моранг! Этот список – фольшивка! Я уверен, что вы сами можете судить, правда это или нет. Господин Йоанн, что это за список? Это список всех великих семей Китая. Что? Это список лучших из всех семей. Все эти люди – пешки семьи Ига, которые развивались у нас десятилетиями. Как же здесь много людей! Этот список был передан мне семьёй Сато в Японии. Клан Сато также проводит этот турнир. Они сделали предложение сразиться с нами в честном поединке. Если мы победим, клан Сато вмешается и раскроет заговор клана Ига. Если мы проиграем, то в течение следующих десяти лет Китай будет разрешать только семье Сато открывать Дадзял в нашей стране. Естественно, они также могут нам, помогут нам решить проблему клана Ига. Однако, если мы не согласимся на этот турнир, тогда клан Сато вместе с кланом Ига начнут войну против нас, мастеров боевых искусств. И когда это случится, начнётся шесточайшее кровопролитие. Я не верю! Этот Моранг Цинь не выглядит так, будто он лжёт. Навсегда есть ощущение, что здесь происходит что-то подозрительное. Я думаю, мистер Моранг прав. Семья Ига и семья Сато уже давно враждуют, поэтому кажется разумным рассказать это. Спасибо, господин Йон. Вопрос был чётко разъяснён, поэтому я оставлю вас наедине с проведением боя. Господа, я пока верю словам главы семьи Моранг. Теперь мы должны приступить к внутреннему отбору. Хорошо. Правила внутреннего отбора просты. Сильнейший – лучший. Я приготовил записки. Пожалуйста, возьмите по одной. Господин Йон, теперь ваша очередь. Ха-а-а. Двести тринадцатая глава. Похоже, я соперник. Соперник младшего брата. Брат, береги себя. Вы все видели своих противников? Это внутренний отборочный бой. Если хотите быть первыми, не стесняйтесь, выходите. Ха-ха-ха. Почему никто не хочет выходить? Тогда я буду первым. Мастер Джан. Мастер Джан, пожалуйста. Принимаю. Мастер Ло победит. Ха-ха-ха. Этот монах намного сильнее. Джан Зычи не сравнится с ним. Учитель, пожалуйста, просветите меня. Ха. Штормовой град. Ха-ха-ха. Что? Он все принял на себя? Мастер Джан пытается сделать мне иглу колония. Учитель, признайте свое поражение. Эта игла содержит сильный яд нашего клана Джана. Какая разница, если это всего лишь маленький яд. Куриная ножка, которой ее этот великий монах, содержала сильный яд. Гораздо более сильный, чем эта ядовитая игла. Я не могу представить, что ядовитое тело мастера Ло достигло такого уровня. Так, что дальше? Это еще не конец. 214 глава. Одним ударом? Что за великий монах? Учитель Джан, в порядке? Я ударю слишком сильно? Эх, я не так хорош, как другие. Мастер победил. Первый матч, победитель мастер Ло. Отлично. Второй бой. Пожалуйста, давайте сразимся. Третий бой. Победа Линь Ян Тянь. Четвертый бой. Победа Вэнь Джуй. Пятый бой. Победа Лан Фанни. Шестой бой. Победа Лань Фэна. Седьмой бой. Вэнь Джуй Юй против Линь Фанни. Приступим. Я боюсь, что если я буду продолжать, моя болезнь ухудшится. Сразись со мной, младший брат. Хорошо. Не стесняйся, обей его все. Так быстро? Брат Линь, берегите. Победа Линь. Я победил. Неправда. Что? 215 глава. Как и быстрый. Отличная скорость. Жаль только, что... Это еще не конец. Громовая ладонь. Останавливающая сердце. Какая сила. Все кончено. Победитель определян. Отлично. Глупый. Наконец-то. Ты быстр. У тебя отличный угол атаки. И твой гром идеален. Но, увы, все это бесполезно против меня. Ты проиграл. Я проиграл, браты. Седьмой бой. Седьмой бой. Линь Фан побеждает. Итак, остальные продолжаем. Полчаса спустя. Последний бой выигрывает Джоу Мина. Двести шестнадцатая глава. Итак, победители отборочных боев. Пожалуйста, будьте готовы. Я буду рассчитывать на вас в турнире ниндзя через три дня. И еще. Я тоже поеду с вами. Пусть ниндзя Востока увидит силу. Нашего Китая. Мы покажем им. Всю силу Китая. Два дня спустя. Восточное море. Конечно, наконец-то. Мастер. Люди из Китая почти прибыли. Хорошо. Садакан. Ты должен хорошо выступить на турнире ниндзя. Мастер. Я не подведу вас. Ты усовершенствовал искусство ниндзя в своей собственной семье. Однако в Китае есть мастер боевых искусств по имени Юань Дон Хуанга, который специализируется на таком же искусстве, поэтому ты должен быть осторожным, когда столкнешься с ним. Да, понял. Так, какой-то китаец может соперничать с моим ниндзицо. Следующий день. Вершина безымянной горы. Эти ниндзя. Почему их еще нет? Нет. Они уже здесь. О-о-о. Как ожидалось от власть мистер Юня. О-о-о. Выходите все. Хм. Интересно. Теперь. Можем начинать. Соскучный фокус. Похоже, что все уже прибыли. Хм. Предателя. Я Моранг Цинь. Представлю правила этого турнира ниндзя. Правила простые. Есть три типа поединков. Первый. Поединок техник. Дуэль между восточным Ниндзицо и китайским Дао. Эти двое. Представляют Японию на первом этапе. Поединок проходит по круговой системе. Кто выбывает первым, тот и проигрывает. Второй этап. Это сражение. А вот ниндзя с восточной стороны. Что касается третьего. То это командная битва. Оставшиеся пять игроков сразятся в командном бою. И те, у кого останется больше людей, станет победителем. Господин Йонь, что вы думаете? Правила очень интересные. Даже правила изменились по сравнению с моей предыдущей жизнью. Похоже, что мое перерождение действительно вызвало некоторые изменения в мире. Хорошо. Господин Йонь, теперь вы можете определить порядок выступления. Братынь, что ты думаешь? Если вы выиграете два из трёх этапов, вы сможете победить турнир. В таком случае, я, естественно, хочу участвовать в финальной командной битве из пяти человек. Да, я так и думал. Что касается второго этапа, то его будет вести мастер Ло, братья Ван Фэн и Ван Фань, а также Вань Жуи и Жуи Мин. А я буду участвовать в последнем этапе. Господин Йонь, вы всё решили? Да, можем начинать. Хорошо. Теперь, когда обе стороны готовы, начинаем турнир. Я буду первым. Обучите меня. Начинай. Я хочу увидеть твоё искусство. Ниндзюцу. Техника дымовой в мязме. 218-я глава. Огненный шар. Жалко. Шанчжо. Земная техника. Чёрт возьми. Деревянная тюрьма. Жалкий трюк. Шанчжо. Водная. Думаю, что я техника. Шанчжо. Может соперничать с моей техникой. Хо-па. Следующий. Это дублюдок. Теперь я. Давайте. Вы. Двое сразу сдохните. Ублюдок. Дэнг. Фэнкдун. Воздушные лезвия. Эмператорская. Эмператорская. Молния. А-а-а-а. О-о-о. Отлично. Неплохо. Это всё? Это всё, на что способны японские ниндзя? Кейтальские боевые искусства настолько сильные. Вот же. Это ещё не конец. Посмотрим, кто в итоге выиграет. Итак, начинаем второй этап турнира. Позвольте мне поучаствовать. Я сражусь с тобой. Двести девятнадцатая глава. Сэр, пожалуйста, обучите меня. Суша, Мусаши, божественный меч. Это божественный меч? Мистер Юнь, что за божественный меч? А, это фехтовальная техника в Японии. Это техника меча. И меч, который передавали с поколения в поколение. После убийства врага меч становится сильнее. Предки, смотрите, как уничтожил врага. Бери за мной. Хорошо. А у меня нет оружия. Тогда буду сражаться костью. Дублюдака. Мастер. Я выиграл. Оуч. Торапина побаливает. Что это? Божественный меч, конечно, силен. Но защитная техника монаха превосходит его. Ладно. Нападаю. Так быстро. Керта. Пожалуйста, следующий. Фу-то кода. Давай насладимся его кровью. Попробуй. Двести двадцатая глава. Следующий. Джоу. Я... Джоуся. Я Шенхули. Начинаем. Спустя пару минут. Ниндзя Востока такие слабые. Что происходит? Почему я так спокойно, когда находятся шаги от поражения? Странно. Я Шэй Тиньо. Обучите меня. Ты быстрый. Но это бесполезно. Получай. Это мне не навредит. Может... Может, мое тело... Это яд? Но как может просто яд? Правильно поняла. Я Шэй Тиньо. Умре! Чёрта! Какого чёрта ты? Двести двадцать первая глава. Местило. Выглядит неважно, не так ли? О-о-о-о... О-о-о-о... Вы... Отравили нас? Ха-ха-ха... Я... Не могу. Нет. Это не яд. Это... Это технологии. Маленькие букашки. Хм... Не могу поверить. Вы такие отвратительные. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Чёрта. Наконец-то! Мастер Ло, похоже, больше не в состоянии сражаться. Так свяжей очередь сражаться дольше. Муранценья! Почему ты не отравлен? Ты предал Китай. Ублюдок! Следующего. Прошу следующего выйти сражаться. Похоже, что с китайской стороны существует проблема с мастерами боевых искусств. Кажется, мы выиграли турнир по ниндзюцу. Ублюдок! Сражайтесь честно и справедливо! Муранценья! Ты действительно собираешься помочь этим восточным людям? Господин Юнь, я действительно не понимаю, что происходит. Ха-ха-ха! Отлично! Отлично притворяешься! Но не думайте, что вы выиграете, даже если мы умрём. Мы заставим вас заплатить. Пришёл! Ваш конец! 222 глава Мистер Юнь, не спешите. Об остальном позабочусь я. Братлиня, ты не отравлена? Даже для тебя боюсь этой ситуации. Лёгкая. Что? Тело восстанавливается. Что это за сила? Как такая возможно? Раз уж вы, ниндзи с востока, решили победить в этом, так называемом турнире ниндзицу. Я поиграю с вами. Во второй игре проиграли мы. Третья игра. Вы пятеро собираетесь вместе против меня. Что? Что? Братлинь, ты... С этим нет проблем. Давайте покажем этим восточным ниндзи, насколько силён Китай на самом деле. Вперёд! Пусть знает силу восточного ниндзица. Да! Начинаемо. Рын, фа. Дракония формация. И это всё? Это... Ещё не всё! Этот демонический меч жаждет твоей крови. Лин, фан. Умри! Что за скучные ловки? Двести двадцать третья глава. Контратака Китая. Что? Это... Двумя пальцами как? Как такое возможно? Теперь... Моя очередь. Техника... Переноса! Бесполезно. Что-то... Отправляйся в ад! На колени! Не будь так высокомерен, сопляк! Что? Стойте! Если вы хотите пройти, сначала придётся долить нас! Японцы! Проклятье! Прочь с дороги! Всё ещё думаешь, что сможешь победить? Можешь оценивать! Почему ты ничего не предпринимаешь? А? Ладно. Двести двадцать четвёртая глава. В окружении? Этот парень... Ты... Ты... Ты не мошенцынь! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! В то же время... Хе-хе-хе! Стоп вам! Будьте вы прокляты! Китайские псы! Можун! Мы покажем вам силу японцев! Вперёд! Ты... Зачем ты притворялся? Можунцинем! О? Когда ты заметил? Твоя маскировка хороша! Если бы я не видел тебя так близко, то мог бы обмануться! Хе-хе-хе! Ну что ж! Раз ты всё понял, ничего не поделаешь! Китай и правда полон крадущихся тигров и затаявшихся драконов! Сато Киото! Ну что ж! Ты явно выдохлась, так что ставь сопротивление и сдавайся! Это тебе стоит сдаться! Хе-хе-хе! Этот мужик до сих пор жив? Госпожа Киото! Я ведь говорил вам, что без нашей помощи ничего не получится! Не забывайте о нашей договоренности, господин Джон! Разумеется! Тела этих бойцов принадлежат мне! А их богатство и ресурсы вам! Господин Лимфан, вы истощены! Сдавайтесь! Так будет лучше для всех! Чёрт! Мы окружены! 225-я глава! Истинная сила! Ну что, похоже, ситуация переменилась с Китаязой. Ох, охуя! Тебя зовут Сата, верно? Я хочу спросить тебя, а мужун Цинни, он ещё жив? Ну, конечно же, жив. Это хорошо. Мужун Цинни может умереть лишь от моей руки. Это же... Позвольте показать вам... Мою настоящую силу! Чёрт! Да как такое возможно? Убейте его! Эйндун, теневой удар! Бесполезно! Нападайте! Нападайте! Простой смертный... Достань ли ты сражаться со мной? Это... 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 Это и есть сила Китая! 226-я глава. Договор между хозяином и слугой. Апокалипсис... Это всего лишь кучка самодовольных лягушек, сидящих на дне колодца. Джон, это... Теперь твоя очередь. Что? Умри! Ага. Я... Я сдаюсь. Что-то ты... Госпожа Сата! Я сдаюсь. Не убивай меня. Извини, но я врагов не ищежу. Ясно. К сожалению, этой штукой меня не ранить. Ты... Ты не можешь меня убить. Назови хоть одну причину, почему я не должен этого сделать. И... Если я умру, клан ответит с силой, и война сметет весь Китай. А если ты пощадишь меня, то я обещаю, что в ближайшие 10 лет мы не станем, не отступим на территорию Китая. О-о-о-о... Похоже, у тебя высокий статус в Японии. Это навело меня на интересную мысль. Что? Что ты хочешь сделать? Я заключил с тобой договор хозяина и слуги. Отныне ты будешь служить мне. Нет. Не может быть. Я... Я лучше умру, чем стану твоей рабыней. Что? Это... Умереть без моего приказа ты тоже не можешь. Двести двадцать седьмая глава. Победить восточных ниндзя. Ну а теперь... Пора заняться вами. Умрите. Отступаем. Сейчас это разумнее всего. Сбежать захотели? Что? Умрите. Вот же. Дедушка был прав. И Тай... Это спящий дракон. А я хотела убить этого дракона. Братлинь, это было потрясающе. Спасибо вам за помощь, господин Леня. Дамы и господа, победа над этой группой ниндзя всего лишь начало. Лишь вопрос времени, когда иностранцы обратят внимание на наше страну. Надеюсь, мы сможем объединиться и вместе встретить любые вызовы, которые могут ждать нас в будущем. Это наш долг. Ладно, а сейчас? Где Мужан Цэнь? Отведи меня к нему. Да. Господин Юань, с остальным придется разбираться вам. Предоставьте это мне. Будущее китайских мастеров боевых искусств может измениться благодаря вам. Некоторое время спустя. Пещера в горах. Мужан Цэнь здесь? Да. Я заперла его внутри. Ха. Понятно. Уходим. Мужан Цэнь там же нет. Что? 228-я глава. Восток и запад. Что ты сказал? Этого не может быть. Я разрушил Мужан Цэнь и запечатывал его Дан Цэнь. Он никак не мог сбежать. Думаешь? Что если ты схватил Мужан Цэнь и спланировал произошедшее сегодня, то именно ты контролируешь ситуацию. Моя единственная ошибка была то, что я не смогла предсказать наличие у Китая людей вроде тебя. Твое мнение о Китае слишком упрощенное. Можешь сходить и посмотреть сама. Мужан Цэнь, Мужан Цэнь. Да. Ты хорош в этом. Как такое возможно? Это? Мужан Цэнь. Проклятье. В то же время в Японии. Семья Сата. Вы. Люди из Восточной Бухты. Что за кучка никчемных болванов? Мужан Цэнь, ты. С этого дня семьи Сата и Ига полностью уйдут в историю. Господин, эта группа восточных японцев наверняка и представить не могла, что пока они сражались с Юань Дунхуном и остальными, их собственное гнездо окажется разгромлено вами. Мужан Цэнь. Мудрость китайцев не то, что способны понять эти идиоты. Вы правы. А теперь поторопись и собери все, что понадобится для возвращения на родину. Несколько дней спустя. Магическая столица. Дом Линьфана. Мужан Цэнь выманил бойцов восточной Японии при помощи турнира. Никто не ожидал ловушки. Кстати, а как там все у Мэй? Ха-ха-ха. Хорошо. Очень хорошо. Пока, дедушка. Девочка вчера отправилась в Цэньчэнь. Школьную поездку. Но я организовал негласную охрану. Это замечательно. Глава 229. Снова в школу. Учитель, я вернулся. Я тебя ждал. Что там с тем делом, которое я тебе поручил? Я сделал все, что вы просили и сделал это должным образом. Очень хорошо. Скоро весь Китай поднимется. А построение, которое я приказал создать, будет главным козырем в защите моей сестры. Построение было тайно импрови... Построение было тайно имплантировано в тело Сио Мэй. Ради этого все двое сильно пострадали. Эй, вы в порядке? С построением создан Сио Ву. Даже сильный мастер не сможет навредить Сио Мэй. А дальше? Пришло время мне показать свои умения. Кстати, Лень Пан, еще одно. А? Последние несколько дней я получил кукуки новости о скрытых силах Китая. Слышал ли ты про зал боевых искусств Священного Сердца? Разумеется. Зал боевых искусств Священного Сердца выглядит как обычный зал боевых искусств. Но на самом деле он был тайно основан Ли Шэнь Сином. Али Шэнь Сином в своей прошлой жизни был единственным в Китае, кто достиг бессмертной силы. Так что насчет зала Священного Сердца? В настоящее время они объединились со многими скрытыми семьями и, похоже, что-то замышляют. Если мои предположения верны, то они намерены совершить прямое нападение на апокалипсис. Несколько моих друзей получили приглашение от зала боевых искусств Священного Сердца. Боюсь. Ты тоже вскоре получишь такое приглашение. Прямое нападение на апокалипсис? Это интересно. Алло. Ой-ой. Лимфан, сколько ты еще намерен пропускать уроки? Учитель Цинь, разве я не взял академический отпуск? Так почему это считается прогулами? Чтоб завтра же вернулся. Я должна тебе кое-что сказать. Ладно, ладно. Я понял. Что-то не так? Учитель, вы студент? Ага. Сам чуть не забыл. Я все еще студент медицинского университета МОДО. Ладно. Можете идти. Отдохните пока. Хорошо. Ах. Медицинский университет МОДО. Лимфан, взгляни на это. Приглашение из первого медицинского колледжа столицы империи? Да. Первый медицинский пригласили меня преподавать у них. Я согласилась. Прекрасно. Лучшее медицинское образовательное учреждение в империи. Не стоит вас поздравить. Что? Я уезжаю? Это все, что ты можешь сказать? А-а-а. 230-я глава. Учеба по обмену. А-а-а. Это... А-а-а. А-а-а. Учитель Цынь, давайте вернемся к делу. Аглый мальчишка, с тобой совсем не весело. А вот, читай. Квота для студентов по обмену в первом медицинском колледже империи? Все верно. Я вписал у тебя программу обмена, так что... Мы поедем вместе. Что? Учитель Цынь, вы правда... Ладно. Когда вы уезжаете? Учеба по обмену начинается со следующей недели и длится полгода. Что ж, я могу использовать эту возможность, чтобы попасть в лицо и посмотреть на зал священного сердца. Учитель Цынь, вы свободны? А, так это вы, учитель Джоу? Учитель Цыня, это особый десерт, который я купил специально для вас. А? Этот десерт? В него добавлен порошок акации? Пусть его и немного, но порошок акации надолго остается в теле, и когда его накопится достаточное количество, произойдет взрыв. Этот тип. Ну же, попробуйте. Спасибо за вашу доброту, учитель Джоу, но я на диете. А вот я что-то проголодался. А, тогда... ням, стоя! Весьма неплохо, спасибо. А он, к тому же, еще и довольно высок и уровень развития имеет. Интересно. Ты кто такая? Это мой ученик. Он участвует в программе обмена. ученик. Ясно. Лейнфонда, это редкая возможность. Тебе стоит сосредоточиться на учебе, когда окажешься в столичном колледже. Руко убрал? Ты же студент. Так почему у тебя совсем нет манер? Родители что, не научили тебя уважать учителей? Учитель Цин, вашему ученику стоит подучиться, прежде чем ехать в столицу, иначе он может доставить проблемы. Учитель Джоу, он мой ученик, так что мне его учить, верно? Простите, я был слишком резок. Что ж, учитель Цинь, я пойду, через неделю отправляемся. Глава 231 Отъезд столицу Щенок, я покажу тебе, как жесток мир. О, что это с ним? Он надеялся поразить меня аура из столь низкого уровня? А сопляк непрост. Не только разгадал мой план, но еще и отразил аура. Впрочем, он все равно мертвец. Какая разница? Учитель Цинь, а кто этот человек? Щеголь, полагающийся на репутацию отца. Как учитель, в первом медицинском колледже он обладает очень плохой репутацией. Сложно посчитать сколько девушек пострадало из-за него. А кто же его отец? Джоу Бинтянь, босс крупнейшей столичной группы. А, ясненько. И что отец, что сын в этой семейке Джоу, ищи мерзавцы. Не волнуйтесь, учитель Цинь. Что? Думаю, он не посмеет вас тронуть. С этой защитной аурой Джоу Цинь не сможет добраться до учителя Цинь. Ну, а с ним разберусь уже с Толицей. К тому же, раз семья Джоу так богата... Хе-хе-хе. Саш, учитель Цинь, я пойду. На этой неделе меня, может, тени ждать. Прибуду к отъезду в столицу. Этот мальчишка вечно такой загадочный. Неделю спустя столичный аэропорт. Учитель Цинь, прошу, садитесь. Лейфан, а ты садись в... Учитель Джоу, садитесь уже. Ну, что ж, ладно. Ну, блядок, погоди. Некоторое время спустя у входа в столичный отель Палас. Учитель Цинь, вы пока будете жить здесь, располагайтесь. Завтра мы отправимся в колледж. Хм, этот парень больше не может сдерживаться. Глава 232-я. Незваный гость поздней ночью. Возьмите карты от ваших комнат. Возьмите карты от ваших комнат. А, спасибо. Всегда пожалуйста. Что ж, не буду сегодня беспокоить учителя Цинь. Если вам что-то понадобится, позвоните мне. Ладно. Кстати, Элимфан, у меня президентский номер, а у тебя обычная комната. Не хочешь отдохнуть у меня? Учитель Цинь, не смейтесь надо мной, идите отдыхать. Я и не смеялась. Ладно, как хочешь. В то же время у входа в отель. Не волнуйтесь, молодой господин. Ну как, удалось все устроить? Вот карта от номера Цинь-Дзинь. Очень хорошо. Ха-ха, Цинь-Дзинь, Цинь-Дзинь, сегодня ночью я сделаю тебя своей женщиной. Комната Элимфана. Старший, я приехал в столицу. Отлично, мы тоже здесь, в зале боевых искусств священного сердца. Когда сможешь прийти? Сначала мне нужно уладить однодельца. Джо Цинь, сегодня ночью тебя ждет большой сюрприз. Учитель Цинь, это я. Это парень. Да кому он вообще нужен? Пусть подождет за дверью. Похоже, он ушел. Учитель Цинь, почему вы меня игнорируете? Как вы вошли внутрь? Разумеется, я просто открыл дверь. Учитель Цинь, я купил бутылку отличного вина. Не оскорбляйте меня отказом. Учитель Джоу, я просто хочу отдохнуть. Я приглашу вас выпить завтра, ладно? Отдохнуть? Тогда я составлю вам компанию. Отдохнем вместе. Господин Джоу, если вы не уйдете, не вините меня за то, что придется. Интересно, почему же вы так негостеприимны? Глава 233. Давай, займемся ею вдвоем. Цинь-Цинь, не думаешь ли ты, что этот собак может тебя защитить, правда? Эй, парнишка, выходи. А? В чем дело? Ты по мне так соскучился? Лень, фан. Мальчик, ты ведь не думаешь, что выучил парочку приемов кунг-фу, ты станешь героем, спасающим красавица злодеев. А почему бы и нет? Ха, я вижу, что ты кое-что умеешь, так почему бы тебе не стать моим последователем? В таком случае, тебя ждет богатство и процветание. Что же до этой женщины я могу поделиться? Как насчет того, чтобы этой ночью заняться ею вдвоем? Ты ведь тоже крутишь рядом с ней ради ее тела. Даже не думай. Интересное предложение. Давай, выйдем и обсудим. Похоже, ты сообразительный малый. А теперь? Хочешь еще попробовать? Неожиданно. В стальянном возрасте ты уже мастер внутренней силы. Ты чего так много болтаешь? Ладно, давай звони своему старику. Пусть приедет и выкупит тебя. Супляк размечтался. Я даю тебе час и после этого будь готов к последствиям. Ты провоцируешь того, кого не следует провоцировать. Правда что ли? Глупец. Глава 234 Я хочу нин-янь-юй. Вскоре где-то столице. Ладно. Что ты сказал? У тебя полчаса. После этого твоего сынка придется собирать по частям. Не пойти туда, господин. Да, пожалуйста, лоха. Смей шантажировать мою семью Джао. Да, кем бы ты ни был, я заставлю тебя заплатить. ночь. Некоторое Как твое имя? Давай сначала поговорим о деле. Как считаешь, сколько он стоит? Стоит твоей жизни. Ты... Ты на пике возведения основания. Ну что, теперь-то мы можем спокойно поговорить. Это вина моей семьи. Я не ожидал встретить великого. Младший брат, прошу, назови условия. Если семья Шоу может их выполнить, я не откажу. Мне нужно две вещи. Во-первых, деньги. Думаю, миллиарда хватит. Разумеется, никаких проблем. И второе. Я хочу нефрит Нин-Янь-Йой. Откуда тебе известно нема? Нефрит Нин-Янь-Йой. Ценная вещь, позволяющая практикующим боевые искусства войти в сферу Нин-Юаня. В прошлой жизни этот Джо Бин-Тянь случайно заполучил нефрит в свои руки. Что позволило ему одним махом прорваться на новый уровень. Боюсь, такой вопрос вне твоей компетенции. Позвони Джо Бин-Тяню. О, так быстро. Господин, мы связались с сильным противником. Он на пике возведения основания. Что ты сказал? Чего он хочет? Нефрит Нин-Йой-Йой. Что? Но это невозможно. Глава 235 Приглашение в логово врага Джо Бин-Тянь, верно? Нефрит Нин-Йой-Йой. Мое обязательное условие. Если я не получу его... Можешь попрощаться со своим сыном. Джо... 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 Джо Дженни. Мелкий дилетант. Мелкий дегенерат. Какого черта ты связался с таким человеком? Проклятие, проклятие. Нет. Вожнее другое. Откуда этому человеку известно про нефрит Нин-Йойой? Это какая-то игра? Что ж. Давай сыграем. Нефрит Нин-Йойой очень ценен. Почему бы нам не встретиться и не обсудить все лично? Хорошо. Назови время и место. В целом случае, завтра днем я устраиваю прием в особняке семьи Джо. И буду ждать тебя там. А теперь... Я наложу на твое тело ограничения, которые далеко я могу снять. Если я не получу нефрит Нин-Йойой, то три дня спустя ты превратишься в кучу грязи. Можешь его забрать. Что ж. Тогда мы пойдем. Учитель Цинни. Линьфан. Как все прошло? Пока что, можете быть спокойны. Семья Джо вас больше не побеспокоит. Но у меня появились дела на завтра, так что вам придется пойти в колледж одной. Ладно. Тайная комната семьи Джо. Может кто-нибудь справится с этим? Я не могу, господин. Видимо, снять ограничения может только тот, кто его наложил. Неужели? Мне действительно придется отдать Неприт Нин-Йойой? На следующий день. Особняк семьи Джо. Господин Линь? Мы давно вас ждем. Хорошо, следуйте за мной. Глава 236. Знакомый мастер. Господин ждет вас. Идите прямо. Брат Линьфан, прошу, присаживайся. Угощайся, брат Линьфан. Это мой лучший чай. И правда, очень неплох. Мой сын правда очень и очень глуп. Я хотел бы извиниться за него перед братом Линьям. Так что там по поводу Неприта? Видишь ли, Неприт Нин-Йойой слишком важен для моей семьи. Нельзя ли заменить его чем-нибудь? Я собрал редкие, различные сокровища. Прошу, взгляни на них, брат Линьям. Я ведь сказал, что мне нужен именно Неприт Ниньоньой. Брат, неужели ты так сильно хочешь поссориться с семьей Джаво? Я знаю, что ты на пике возведения основания. Но и мы тут тоже не вегетарианцы. Угрожаешь? Может, мы и не в силах справиться с тобой. Но это не значит, что другие не могут. Я много лет дружу с мастерами из зала боевых искусств священного сердца. Так что попросил о помощи в этом деле. Брат Линьям, а что ты? Чего здесь? Здравствуйте. Кто с ним? Вы просили меня разобраться? Это с ним? Да. Это подлый и бесстыжий человек, шантажирующий мою семью. Но семья Джаво всегда была дружна с залом священного сердца. И... Дурак. Вот именно. Он полный дурак. Полагающийся лишь на свой уровень. Я говорю, что ты дурак. Что? 237 глава. Зал боевых искусств священного сердца. Братыня. У меня установилось хорошее отношение с залом боевых искусств священного сердца. Так что они попросили меня разрешить небольшие проблемы с иметь Джаво. А, понятно. Что... Что тут происходит? На этого человека нельзя нападать. Не только во мной, залы священного сердца. Нет, не может быть. Да не боись. Ничего я тебе не сделаю. Только отдай мне нефрит и нинь-ой-ой. Ладно? Хорошо. Я отдам. Сейчас же принесу его. Пару минут спустя. Нефрит и нинь-ой-ой находится в этой шкатулке. О, да. Стоящая вещица. Ну и остался лишь миллиард. Надеюсь, его вы тоже скоро соберете. Я пришлю кого-нибудь забрать его. А теперь нам пора. Чёрта! Проклятие! Пусть Сау Священного Сердца ничего не может с ним сделать. Но я, Джао Бинтянь, не собираюсь мириться с этим. Раз для китайцев просчитывать не приходится, найду помощь за рубежом. Тем временем, апокалипсис. А? Да? Я, Джао Бинтянь. Ваше предложение ещё в силе? Ха, разумеется. Хорошо, я согласен. Только помогите мне убить двоих людей. Перед домом семьи Джоу. Кстати, брат Линьфан, я как раз собирался отвезти тебя в зал Священного Сердца. Ладно, поехали. Столица Империи. Зал боевых искусств Священного Сердца. Должен признать, выглядит внушительно. Братлиня, в зале Священного Сердца есть свои правила. Чтобы войти туда, нужно переодеться в форму для занятий боевыми искусствами. Глава 238. Указание ошибок. Врата в зал боевых искусств. Приветствуем Старшего. Ага. Кто это? Я его раньше не видел. Такой молодой, наверное, Старший привёл учиться у нас. Первый этаж Зала Боевых Искусств. Выглядит неплохо. Ударная техника второго Старшего брата становится всё лучше и лучше. Эй-я! Вот же. Старший мужон, вы здесь? А кто это с вами? В твоей ударной технике есть несколько недостатков. Если ты продолжишь тренироваться так, то можешь повредить свои кости. Этим техникам обучил меня отец моего учителя. И я уже на 90% овладел ими. Я лишь указал на ошибки. Что ж, тогда покажи мне. Чём они? Брат Лимфан. Это Лихо, Старший ученик Зала Священного Сердца. Самый выдающийся из внешних учеников. Тогда нападай, позволь мне дать тебе наставление. Берегися! Первая проблема в неровном темпе. Чёрт! Получай! Удар слишком открытый. Противник легко получает твои намерения. И это вторая проблема. Глава 239. Женщина постарше. О-о-о! Благодарю за ваше наставление. Большое спасибо! Лимфан, я много о тебе слышала. И теперь, увидев лично, поняла, что слухи не лгали. Вот так вот запросто пришёл и даёшь наставление ученикам моего Зала Священного Сердца. Ли Цинь Шуй. Ли Цинь Шуй. Ли Цинь Шуй. Всегда пожалуйста. Хе-хе-хе. Ли Цинь Шуй. Возведение основания. Но, к сожалению, она неожиданно умерла. Мнения по этому поводу разделились. Некоторые полагали, что она была убита в бою. Другие же говорили, что она умерла от яда. Вот только Зал Священного Сердца молчал. Поэтому точно никто так и ничего и не узнал. Неужели? А ты? Ты чего на меня уставился? Вот оно как на самом деле. Просто безумие. Эта девушка рвалась к быстрому успеху. Её основание осталось нестабильным. Уже сейчас в её теле накопилось множество повреждений. Боюсь, года через три её просто разорвёт. Хо-хо-хо. Похоже, кое-кто влюбился. Ну что, насмотрелся? Да, я увидел достаточно. Ммм. Старший дедушка отлучился. Прошу следить за мной на третий этаж, чтобы отдохнуть. Да, ладно. Третий этаж Зала Боевых Искусств. Похоже, Зал Боевых Искусств Священного Сердца ждёт хорошее приобретение. О чём ты вообще говоришь? Чайная комната на третьем этаже. Прошу, попейте чаю. Ах, Циншуй, тебе ведь 25 лет уже, верно? Да. Немного постарше, но не зря же говорят, жена старше на три года обнимает золотой кирпич. Чего? Примечание. Из традиционных рассказов об отношениях означает, что такая женщина будет дорожить своим мужчиной, как золотом. Глава 240 Вред торопливости Минуточку, старший. Я посвятила свою жизнь боевым искусствам и дала клятву, что не буду даже думать о личных отношениях, пока не достигнут царства Нин Юань. Вот только ты не достигнешь царства Нин Юань. Что ты сказал? Если ты хочешь поднять первым, если ты хочешь подняться первым, то это мудро. Ты слишком стремилась к быстрому успеху и искать нерейшему развитию, чем навредила собственному телу. Менее чем за три года ты сойдешь с ума от боли и умрешь. Какое уж тут царство Нин Юань. Оставший сказал, что ты обладаешь выдающимся талантом. Надеюсь, ты сможешь понять. Всегда есть кто-то сильнее тебя. Как над небом? Всегда есть кто-то сильнее тебя. Как над небом всегда есть еще одно небо. Будь скромнее. Не стой. Грубое предложение. Предположение. В последнее время ты ощущала смутное чувство неизвестности в своем Донтьяне при выполнении великих священных движений. Что? Это чувство появилось и усиливается уже давно, верно? Но каждый раз ты используешь внутреннюю силу, чтобы оживить дыхание в Донтьяне. Чувство неизвестности сразу же исчезает, но через некоторое время появляется снова. И ты вынуждена повторяться заново. Если ты продолжишь это делать, то единственное, что тебя ждет, это смерть. У тебя есть решение? Ну, у других решений наверняка нет. Но ко мне оно не относится. И что же мне делать? Как-то по тебе не скажешь, что ты просишь о помощи. Ты? Джен Хуана. Шун-шуй, я пригласил доктора Вана. А кто эти двое? Это старший мужун У. Добрый друг дедушки. А меня не представ... А меня не представила. Вот же высокомерная девка. Я Джен Хуан. Рад познакомиться с вами. Младшая сестра. Это гениальный доктор Ван. Я уже поведала ему о твоих симптомах. Ли Цен Шуй приветствует доктора Вана. Я провел уединение несколько лет. Если бы не искренность этого юноши, я не покину бы горы. Я никогда не забуду о вашей доброте. Старший, подождите здесь, пока дедушка вернется. И я спрошу кого-нибудь, попрошу кого-нибудь сообщить о вас. Что ж... Не желающий спасения выжить не сможет. Глава 241. Одолжить нож для убийства. Что вы хотите им сказать? О, ничего. Можете идти. Брат или пана, что ты имел в виду? Этот гениальный доктор. Прустал Джетс. Тогда что будет с Эн Шоя? Эта девчонка слишком заносчива. Немного боли пойдет ей только на пользу. Некоторое время спустя. Пожалуй, Шэнь Шуй. Хорошо, присядьте. Хорошо. Сейчас я займусь акумпунктурой. Благодарю вас, доктор Ван. Старшая сестра. Доктор Ван, что происходит? Без паники. Это мелочи. Эй, вот станет лучше. Спустя половину времени коренья палочки. Что происходит? Этого не может быть. Доктор Ван, если с моей сестрой что-то случится, я этого так не оставлю. Я это... Глупец. Джен Хуан, ты зашел слишком далеко, пытаясь убить Эли Цин Шоя. Весьма хитро одолжить другому нож, чтобы кого-то убить. О чем это-то? О чем я? Мне еще и с ней выразиться. Думаю, сестру сейчас лечат. Мою сестру сейчас лечат. Прошу покинуть комнату. И что ты сделаешь, если я откажусь? Если ты не уйдешь, то не вини меня за грубость. Глава 242. Посиняя Али Цин Шуй. Как я и сказал, не вини меня, если не ушел. Когда просили по-хорошему. Убирайся отсюда. Да-да. Вау! Это Джен Хуан. Просто нечто. Поверять не могу. Что лишь Эль Цин вырастил подобного зверя. Как говорится, только сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Но мне с самого начала показалось, что в этой истории что-то не так. Ладно. Это пока не важно, сейчас главное спасти Ли Цэньшуй, а с Жэньхоном разберёмся позже. Я чувствую, что мой тянь-тянь полностью восстановился. О, готово. Я восстановил меридианы в твоём теле, но всё же я надеюсь, что в дальнейшем ты не будешь так спешить и сначала укрепишь основание. Спасибо вам, господин Линь. Брат, кто бы мог подумать, я относилась к тебе как к родному, а ты хотел убить меня. Пусть сам объяснится. Что-то... Ли Цэньшуй, ты не умерла? Проклятье! А ведь было так близко, так близко! Но вот почему Бог не захотел помочь мне! Двести сорок третья глава Добро и зло всегда воздаются Опа! А ну замолкни! Ой-ой-ой! Подумай только! В моём зале священного сердца был такой мерзавец. Мерзавец? Я с самого детства был с учителем. Я превосхожу всех в таланте, так и... Я превосхожу всех как в таланте, так и в усердии. А что насчёт тебя? Ли Цэньшуй! Лишь потому, что ты внучка Алишен Синя, ты в будущем унаследуешь зал боевых искусств священного сердца. Я не считаю. Это достойной причиной, ведь это я, лучший ученик! Ммм, оказывается, не... Всё дело в какой-то мелочи. Мелочи? Тебе легко говорить. Но для меня зал священного сердца – это всё! Ты слишком много болтаешь. Юная госпожа, господин вернулся. Дедушка, дедушка, Музя. Юная госпожа, господин ждёт вас в приёмной. Старший брат. Джэньхуан больше не является членом зала боевых искусств священного сердца. Для начала, запретите его, запретите его. Позже он будет изгнан. Но это... Вы не слышали, что я сказала? Будет исполнено. Господин Линь, прошу, идёмте. Да, хорошо. Главная комната приёма... 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 Главная комната приёмов зала боевых искусств священного сердца. Дедушка, с возвращением! О, деточка, я так по тебе скучал! Я так погляжу, ты кроме внучки никого и не замечаешь. Глава 244. Вызов. Давно не виделись. Ха-ха-ха. Дедушка, я должна тебе кое-что рассказать. О, даже так? Я, Ли Шэн Син, никогда не забуду о доброте младшего брата. Мастер Ли, не стыд. Разве я не мог не помочь такой ситуации? Ты так молод, но так одарён в различных сферах. Например, для подражания всем мастерам боевых искусств. Интересно, у тебя есть семья? Ага. Эм, ну, не это. Дедушка, что ты такое говоришь? Ха-ха. Тогда советую младшему брату побольше, пообщаться с моей внучкой. Она на самом деле очень хорошая девочка. Мастер Ли, давайте сначала поговорим о делах. Меняешь тему, да? Ха-ха-ха. Что ж, к делу так к делу. Цэн Шуй, извини, но это не для твоих ушей. Поняла. Я собрал представителей разных скрытых семей Китая. Это важное дело, и я рассчитываю на ваше сотрудничество. Дело в том... Господин, беда! Что? Почему ты так громко кричишь? Но, господин, снаружи группа людей. Похоже, они собираются напасть на нас. Зал боевых искусств священного сердца существует много лет. Многие бросали нам вызов. Чего бы в этот раз я должен испугаться? В этот раз все иначе. Решедшие иностранцы, а еще не требуют выдать им никого леньфана. А, им нужен я? Брат лень, оказал огромную услугу зала священного сердца. Неужели эти люди думают, что нас так легко запугать? Что ж, пойду поговорю с ними. Одну минуту. Раз они пришли за мной, то я сам это улажу. О, ну ладно. Не волнуйся, предоставься ему. Давай пока хоть чаю выпьем, что ли? О, брата! И это, Зал боевых искусств священного сердца? Слабаки! Кто ты такая? Этого тебе знать не обязательно. Отвечайте, где леньфана? Двести сорок пятая глава. Говорят, вы меня искали? Говорят, вы меня искали? А вот я вас что-то не припомню. Тебе и незачем нас знать. Достаточно того, что ты наехал на тех людей, с кем тебе не стоило связываться. О, правда что ли? Когда? Ну же, покажите, хватит ли у вас способностей. Оказывать мне, с кем стоит связываться, с кем нет. Нагляться! Сдохни! А вон быстро. Я не чувствую, внутренние силы, но это сила и скорость, точно не принадлежат обычному человеку. Вот оно что. Теперь я понял, кто вы такие. Ну и что с того? А вот ты, похоже, так и не понял, кто я. Я уже убил немало людей из апокалипсиса. Что? Что ты сейчас делал? Ты слишком слаб. Пожалуй, я оставлю тебя в живых. Возвращайся к своим и в следующий раз приведи кого-нибудь посерьезней. Такие штуки против меня бесполезны. Длинная леска для крупной рыбы. Длинная леска для крупной рыбы. Четверо неудачника. Джо Бинтянь. Джо Бинтянь. Кто такой этот леньфан, с которым у тебя ссора? А? Ну, он культиватор? Этот парень довольно опасен. Если нужно его бить, для этого потребуется больше сил и ресурсов. Хорошо, я все сделаю. Похоже, придется просить о помощи Дзине Инея. Мерзавца. Позводит самый важный момент. Это были люди из апокалипсиса. Мы еще не выпустили против них. Мы еще не выступили против них, а они уже сами пришли. Братлин, ты оставил одного из них живых? Хочешь использовать его, чтобы добраться до рыбки покрупнее? Верно мыслите. Мы не так уж много знаем об апокалипсисе. Если ты используешь эту возможность и что-то выяснишь, это очень пригодится. А, точно. Брат Липан, ты можешь оставаться за любовь к искусству священного сердца сколько захочешь. Спасибо, мастер Ли. За ваше доброе намерение, но у меня есть и другие важные дела. Так что это будет не слишком удобно. В таком случае не буду настаивать. Через три дня прибудут представители школ боевых искусств, приглашенные мной. Надеюсь, к тому времени ты закончишь свои дела и тоже придешь, брат Липан. Да, хороша. Глава 247. Гений из гениев. Готово. Я достиг сферы Нин Юаня. Я и не представлял, что камень девяти небесных богов превратится в Нин Юань в моем теле. По-настоящему слившись со мной. Прямо сейчас я в десять раз сильнее, чем на этой же сфере прошлой жизни. В этот раз с камнем девяти небесных богов мне суждено превзойти прошлое достижение и достичь огромных высот. На следующий день. Да уж, это место заслуживает называться первым медицинским колледжем. Оно и правда впечатляет. Сегодня первые публичные лекции профессора колледжа, поэтому сюда собираются лучшие студенты отовсюду. Линфани, не заставляй своего учителя краснеть за тебя. Да не переживайте, все будет пучком. Эй, это же Эйджоу. Он правда приехал на лекцию? Что? Прости, Эйджоу приехал на... а в колледж? Я не сплю. Здравствуйте, учитель Цинь. А вы с Эйджоу не так ли? Рождающийся раз в столетие гений первого медицинского колледжа столицы. Хо, это все шутки, придуманные студентами. Приветствую. Ты студент по обмену из медицинского университета моду? Можешь обращаться ко мне по любым вопросам. Что ж, мне пора. Да, хорошо. Столица империи, да и достойно считаться таковой. Его уровень весьма неплох. Аптовый зал. Здравствуйте, я профессор Джан Зайтон. О, это профессор Джан. Мастер современной медицины. Говорят, все его операции заканчивались успехом. Да, профессор Джан не допускал ошибок за все 39 медицинской практики. Настоящий образец для проражания. Дорогие студенты, сегодня у вас первый урок. Надеюсь, мы с вами поладим. Профессор Джан, а можно вопрос? Конечно, спрашивайте. Профессор Джан, я родился в семье, практикующей традиционную китайскую медицину. И с детства обучался ей у своего деда. Однако в последние годы я ощущаю, что все меньше людей доверяют традиционной медицине, предпочитая ей современную. Поэтому я хотел спросить, что по этому поводу думаете вы? Глава 248. Китайская медицина или западная? Нет таких понятий, как традиционная китайская и современная западная медицина. Если врач может вылечить пациента, то он хороший врач. Простите, мне просто показался очень уж забавным вопрос этого студента, так что я не смог удержаться. Этот Цюй и Джоу, хвастающийся своим огромным талантом, очень уж высокомерен и особенно не любит китайскую медицину, да? Я тебя знаю. Говорят, ты редкий гений и гордость университета. Ага, все верно. Я хочу спросить, что такого смешного в моем вопросе? Там вопрос смешон. Китайская медицина, как по мне, это просто мошенничество. От болезни, которую можно вылечить при помощи китайской медицины, тело способно отправиться и само. Только современная медицина, это настоящая медицина. Этот парень. Чёрта. Традиционная китайская медицина обширна и глубока. Профессор, я не согласен с этим утверждением. Если время что-то стирает, оно должно исчезнуть. А вот и китайская медицина. Мошеннический трюк. Да, некоторые до сих пор используют её, но это давно пора исправить, заменив современной западной медициной. Именно на ней нужно сосредоточить своё внимание, а не ждать чего-то от живой китайской медицины. Раз уж ты считаешь китайскую медицину такой плохой, может, проверим? Осмиришься доказать свои слова делом? Глава 249. Представитель традиционной китайской медицины. Что ж, я готов подтвердить свои слова. Традиционная китайская медицина, это просто фарс. Какого рода соревнования ты хочешь устроить? Раз три. Раз ты презираешь китайскую медицину, то ты и решай, чтобы потом не возникло вопросов. В таком случае, я решу. Давай состязаться с самых базовых основах китайской медицины, что скажешь. Если я проиграю, то извиняюсь перед всеми, кто практикует китайскую медицину, но если проиграешь ты... Я буду говорить всем и каждому в университете, что китайская медицина, которую я изучал, просто мусор. Пойдет? Откуда только у него смелости бросать вызов всю Инджоуу? Мать вашу, это будет круто! А если у него квалификация, чтобы представлять всех практиков традиционной медицины? Вы меня совсем не уважаете. Мы в учебном зале. Если хотите состязаться, делайте это где-нибудь в другом месте. Да, условия здесь не лучшие. Давай встретимся завтра в два часа. В первой лаборатории колледжа. Ладно. Вперед! Докажи, что китайская медицина ничем не уступает западной. Расскажу всему колледжу. Соберемся завтра посмотреть, как вас выставляют на посмежище. Урок окончен. Леньфан, ты пришел сюда в первый раз, а уже устраиваешь неприятности ты, правда? Хе-хе, учитель цень. Вы тоже завтра приходите посмотреть. Первый медицинский колледж. Ты новый студент по обмену? Да, это я. Как ты можешь представлять традиционную китайскую медицину? Если ты проиграешь, это бросит на нее тень. Точно. Это уж слишком. А тебе-то какое дело? Студент по обмену. Но думаешь, что можешь представлять китайскую медицину в первом медицинском колледже империи? Посмотри в зеркало и увидишь, сослуживаешь ли ты этого. Если ты победишь, то хорошо. Но если проиграешь, как мы сможем смотреть другим в глаза? Может, ты и права. Так почему бы тебе самой не пойти на соревнования с Сиэмлин Джоо? Я, мы. Китайская медицина и нападная. Это совсем разные вещи. Как тут сравнивать? Ооо, похоже, ты и сама не веришь в традиционную медицину. Приходи завтра, и ты увидишь, на что она способна. Глава 250. Соревнование начинается. Проверь его для меня. Я хочу знать, кто этот парень. Учитель Цинь. А вы-то придёте завтра посмотреть на соревнования. Не интересует. У меня на завтра назначена встреча с младшей сестрой. У учителя Цинь и правда есть друзья по всему Китаю. Моя младшая сестра – необычный человек. Я познакомлю вас при случае. Ооо. Первый медицинский колледж империи. Первая лаборатория. Да, давай! Вот же. Эйфан. Чтоб тебе. Вот же. Я уж думал, что ты побоишься прийти. Значит, ты меня недооцениваешь. Ну что, когда мы начнём? Будь готов начать в любой момент. Первый раунд. Отсмотр. Чтобы всё было честно, выбери одного из студентов, и мы начнём. Тогда... Вот она. Я? Да, именно ты. Джоу Ци, ты согласна? Хорошо. Я посмотрю, на что вы способны. Тебе ведь нужно оборудование, не так ли? Тогда начнай первым. Ну, твоя очередь. Глава 251. Чрезвычайная ситуация. Ну, насмотрелся? Эх, да. Я увидел достаточно. Каждый из нас напишет свои выводы. Хорошо. Сегодня мы окончательно выделаем последователей традиционной медицины. Только взгляните, разве можно выяснить больше, чем при помощи оборудования? Ох, подожди и увидишь. Ну что, готов? Да, я закончил. Что ж, давай для начала я расскажу о результатах диагноза. Тела Джоу Ци в целом здоровы. Ну и следы воспаления, полагаю, лёгкая простуда. А теперь ты. Что ж, мой диагноз такой же. Лёгкая простуда. Я заметил, тёмные пятна на лбу. Боюсь, эта девушка отравлена. Неплохо. В первом раунде ничья. Давай начнём второй. Вскоре прошли второй и третий раунды. Оба они так же завершились в ничьё. Вот так-то. Традиционная медицина хороша. Ему просто везёт. В последнем раунде всё выяснится окончательно. И мы увидим, что скрывалось за этим шарлатанством. Однокурсник верно подметил. Перейдём к последнему раунду. О-о-о-о. Что с тобой? Брюшные колики. Оборудование. У нас тут всё же Илье лишь простейшее. Лучше отправить его в больницу как можно скорее. Всего лишь острый аппендицит. Отойди-ка. Сейчас я воткну иглы. Глава 252. Акупунктура. Не надо. Отвези меня в больницу. Я не верю в традиционную медицину. Как же больно. Линьфан. Ты убьёшь его. А ну заткнись. Кажется. Болеть стало гораздо меньше. Позже я напишу для тебя предписание. Подадовится несколько дней до полного выздоровления. Но вот и никаких больниц и операций. Чего? Акупунктура тоже может вылечить аппендицит. Это жольничество. Ничего у него не болело. Вы изговорились. Вовсе нет. Акупунктура по настоящему работает. Ладно. Продолжим наш последний раунд. С этим парнем что-то не так. Чем вы здесь занимаетесь? Сейчас учебное время. Развели тут беспорядок. Бездельники. Похоже, с четвёртым раундом ничего не выйдет. А тебе не больно-то и хотелось, верно? Я знаю, что ты тоже культиватор. Через три дня мы сможем посостязаться всерьёз. Ты же не испугаешься. А вот и его настоящая цель. Разумеется. Хорошо. Тогда завтра я свяжусь с тобой. Всё от АТР к нам перевернули. Эх, какое разочарование. А ну-ка, стой. Глава 253. Спаси секту божественной медицины. Ну, что ещё? Тебе сегодня повезло. Иначе ты бы точно проиграл в четвёртом раунде. Ты вроде изучаешь китайскую медицину. Но совсем в неё не веришь. Ты недостойная её практиковать. Мне с тобой не о чем разговаривать. Как же бесит. О, скукота. О, это он. Что это ты собиралась сделать? Как я и думала. Ты тоже культиватор. Ну, вообще-то, мне кое-что тебе нужно. Помоги мне. Здесь не место для разговора. Но мне правда нужна твоя помощь. Каких ты отношениях с Сюей Инжоо? Течение внутренней энергии у этой девушки почти такое же, как у Сюей Инжоо. Я не ошиблась. В своём выборе. Я всё расскажу, только идём со мной. Интересно. Что ж, идём. Этот парень взял и ушёл куда-то с Сюей Фэй Фэй. Дом в столице. Прошу, спаси мою сестру божественной медицины. Глава 254. Ученики секты божественной медицины. Если ты встретишь моих потамков, надеюсь, ты позаботишься о них. Так ты глава секты божественной медицины? Вот аж кого не ожидал встретить. Если точнее, нынешний глава секты – мой отец. Ты сказала, что хочешь, чтобы я спас секту божественной медицины. Откуда у тебя такая уверенность, что я с этим справлюсь? Я видела твои состязания, Сюм Ин Джоу, поэтому верю, что у тебя хватит на это способностей. Кажется, эта девчишка не блещет умом. Более того, я уверена, что ты обладаешь уникальной энергией. А вы Сюм Ин Джоу? Сюй Ин Джоу – приёмный сын моего отца и передатель секты божественной медицины. Хм, забавно. Так Сюй Ин Джоу происходит из клана божественных врачей, но при этом презирать китайскую медицину почему так вышло. Потому что он мерзавец. Сюй Ин Джоу – приёмный сын моего отца. Он обладает большим талантом к развитию, но в традиционной медицине не смыслит. Так что высоко подняться в секте он не мог. Но секте, несмотря на все взлёты и падения, всегда хорошо к нему относились. Даже отец по секрету сказал мне, что через несколько лет хотел передать ему пост главы. Но, к сожалению, Сюй Ин Джоу оказался бессердечным псом. Ради своих личных интересов он предал секту божественной медицины. Он присоединился к какой-то загадочной силе, подавляющей и заставляющей деградировать традиционную китайскую медицину. И не только это. Сюй Ин Джоу монополизировал треть фармацевтической промышленности имперской столицы. Он продаёт множество лекарств и получает огромные деньги. Он лечит лишь симптомы, а не сами болезни. Из-за всего случившегося отца хватил удар, и он впал в кому. А Сюй Ин Джоу даже устраивает медицинское состязание. При этом, его цель окончательно унизить моё учение в китайской медицине и всю нашу секту. Хм... Даже если Си Ин Джоу предал секту божественной медицины, у вас должно быть множество талантливых учеников, куда они вседелись. Си Ин Джоу давил на наших учеников, так что они вынуждены были уйти. Теперь, помимо меня, все, где божественная медицина остались, лишь несколько начинающих. Ааа, вот оно как. Хм... Но... Если Сюй Ин Джоу удалось так легко прогнать большинство ваших учеников, это значит, что в вашей секте были проблемы. Медицинские навыки Сюй Ин Джоу превосходят твои? Нет, просто... На этом состязании каждую организацию должны представлять по три человека. В таком случае, я помогу тебе с этим. Хм... Правда? Спасибо! Глава 255. Удачное сотрудничество! Ну, у меня есть условия. Я сделаю что угодно. У вас должно быть много трав, богатых духовной энергией. Травы с духовной энергией очень дорогие, и я не могу. Не торопись отказываться. Думаю, я смогу тебя убедить. Я попрошу плату только в случае твоей победы. Если же ты проиграешь, я не возьму ничего. В случае поражения, ты ничего не теряешь, и это хорошая сделка. Хорошо, после победы я дам тебе десять духовных трав. Тридцать. Ладно. Что ж, надеюсь на удачное сотрудничество. Такие мягкие руки, даже не скажешь, что ты из семьи врачей. Хе, ну, на этом все на сегодня. Чтобы быть уверенным в победе, мне нужно сделать кое-какие приготовления. Надеюсь, ты и правда поможешь мне победить. Улица столицы. Для состязания в медицине необходимы материалы. Серебряная игла. Перенос. Переносная печь. Прошу прощения. Да не за что. Вот только воровство. Плохая привычка. Гонишь. Ничего я не воровал. Я облажался. Повезло еще, что у этого бедника нет денег. Так что я ничего не взял. Пожалуй, сломаю тебе одну руку. Не, не надо. Пожалуйста. Я, я не могу лишиться руки. Судя по возрасту, работать ты не ворожна. Чей-то рука тебе нужна для воровства? У меня нет выбора. Вот как. И почему же? У парнишки есть врожденные способности. Ты нуждаешься в деньгах? В столице хорошо. А столицу хорошо знаешь? Я вырос в этих улицах. Знаю весь город. От реки до окраин. Все заколки. И аллеи. Глава. 256. Остаток на счету. 120 миллионов. Хорошо. Тогда позволь спросить. Известен ли тебе старейший антикварный магазин в столице? Конечно, знаю. Вы обратились по адресу. Приезжие считают, что в столице четыре лучших антикварных магазина. Но это совсем не так. Только местные жители знают, что Ч4 пустышки. По-настоящему ценные вещи можно купить на черном рынке. Проводи меня туда. Ам. Даже чтобы просто войти, нужно иметь много денег. Об этом не беспокойся. Сними сколько нужно. Пароля нет. Я подожду здесь. А вы не боитесь, что я сбегу? Ты не посмеешь. Ладно. Не посмею. Для начала гляну, сколько всего на счете. А потом сниму и делаю ноги. О-о-о. Больше 100 миллионов. Я вернулся. Ну вот. Я же говорил, что ты не посмеешь сбежать. Я не настолько тупой. С такими деньгами живым не уйти. А теперь идем. Лорд Тигр. Лорд Рэй. О-о-о. Это же тот паренек. Что такое? Неужели хочешь что-то купить на черном рынке? Не смейтесь надо мной. На этот раз я привел большого покупателя. Богатого покупателя. Что ж. Проходите. Напомните о правилах. Глава. 257. Черный рынок. Так как тебя зовут на самом деле? О. У меня большое имя. Меня зовут. Линсю. Да уж. Большая семья. Добро пожаловать. Этот парень тоже культиватор с немалой внутренней силой. Похоже, воротилы черного рынка многое умеют. Сюда, пожалуйста. Черный рынок отличается от того, что я представлял. Прошу. Прошу. Следуйте за мной. Не знаю, хочет ли господин принять участие в обычном аукционе или... Может, ты в аукционе для мастеров боевых искусств? Разумеется, второе. А паренек хорошо тут все знает. Похоже, ему известно и о культиваторах. Хорошо. Тогда сюда. Подземный зал. Сначала нужно зарегистрироваться. Пожалуйста, введите сюда немного внутренней энергии. Что? Возведение основания? Я так и знал, что он очень крут. Неожиданно. Как неожиданно? Вы мастер, достигший возведения основания. В прошлой жизни я никогда не слышал об этом месте. Оказывается, даже служащие здесь весьма необычные. Когда начнется сегодняшний аукцион? Ты... Господин Жоу, вы знаете друг друга? Нет, впервые его вижу. В углу зала. Этот мальчишка по имени Линьфан сейчас на черном рынке. Понял. Хе-хе. Глава 258. Аукцион начинается. Присаживайтесь вот сюда. Да, ты тоже садись. Ага-с. Аукциона скоро начнется, так что мне нужно идти. О, когда этот молодой господин Симе Линь нашел такого сильного мастера. Неужели он хочет вернуться и отомстить? Вижу, все уже заждались. Этот старик достиг стадии Дунсо? Он уже достиг уровня Нин Юаня? Постойте-ка, он сидит рядом с молодым господином Сю? Кажется, паренек весьма непрост. Добро пожаловать в сегодняшний аукцион официально. Начинается! Наш первый лот. Набор золотых игол, которым в молодости пользовался бог медицины. Ему уже многие сотни лет. Первый лот и сразу неплохой. Они долгое время сопровождали бога медицины и постоянно получали благословения от различных сокровищ небес и земли. Стартовая цена? 70 миллионов. Да, делайте ваши ставки. 80 миллионов. 90. 85. 100 миллионов. О, здесь присутствует представитель Сю и Фармаксик. Здесь присутствует представитель Сю и Фармаксик. И да, я понимаю. Эти иглы имеют для вас большое значение. Сейф Фармаксик. Леди Сю и Инжо. 200 миллионов. Что? 200 миллионов? Братец, я ж видел, у тебя нет таких денег. Разве у меня не может быть второй карты? Глава 259. Торги за котел короля медицины. Главный лот сегодня – котел последнего короля медицины. Лучше дождаться его. Хорошо. Тогда первый лот уходит этому молодому господину. Аукцион продолжился. Это наш последний сегодняшний лот – котел короля медицины. Происхождение этого котла неизвестно. Но заключенная в нем духовная энергия может питать меридианы и укрепить основания развития. И кроме того, любое лекарство, помещенное в котел, начнет действовать на 120%. Вот он. Котел короля медицины? Оказывается, тут вот что есть. Он будет моим. В прошлой жизни я как-то слышал, что однажды мир перевернулся с ног на голову, а с небес упал медицинский котел. И это тот самый котел. Я должен его заполучить. Этот предмет невероятно ценен. Его нельзя оценить деньгами, поэтому правила аукциона будут изменены. Если вы заинтересованы, делайте ваше предложение. Обязательная цена – 300 миллионов. Кроме того, вы должны предложить еще что-то сверху. Я готов отдать свои 10% акции Лонтен Групп. Не знаю, достаточно ли этого. У меня есть часть нефритового кулона, который использовали древние алхимики. А что насчет 10% акций Сильфарма Сьютикал? Акции Сильфарма Сьютикал, конечно же, подойдут. Ну, будут еще ставки. У меня есть метод совершенствования, подходящий для сильных мастеров уровня Дунсо. Если они обладают хоть каким-то талантом, то точно смогут достичь Нирваны. В зале установилась тишина. Это правда? Вы сами узнаете. Этот парень достиг Нин Юань столь модно в отрасте, так что, возможно, он говорит правду. И если это так, я, наконец, разорву Кову Дунсо и достигну Нирваны. Глава 260. Метод совершенствования для прорыва в Нирвану. Постойте, а что скажете насчет 20% акций Сильфарма Сьютикал? Ааа, простите. Плюс 100 пилюль укрепления основания. 100 пилюль укрепления основания. Все же прорыв Нирвану ценнее. Таким образом, медицинский котел достанется этому господину. На этом аукцион официально завершен. Спасибо за участие. Пройдите, пожалуйста, в сал, где для вас приготовлен обед. Прошу, пройдемте со мной. Я представляю данный черный рынок. Могу я узнать ваше имя? Линь Фана. Его фамилия тоже Линь? Метод совершенствования, который вы упоминали. Дайте мне кисть и бумагу. Прошу, господин Линь. Вот, вот, взгляните. Это, это метод развития. Он позволяет не только достичь Нирваны, но и пойти дальше. Конечно. Конечно, обладая выдающимися способностями, вы можете развиться и дальше. Но ваше основание уже укрепилось. И на вашем теле слишком много темных ран. Боюсь, Нирвана станет вершиной того, что вы сможете достичь. Вы правы. Впрочем, ваше тело я могу ицелеть. Хотя, вы все равно вряд ли сможете прорваться выше. Но, это продлит вам жизнь лет на тридцать. И при должной удаче вы достигнете пика Нирваны. Глава двести шестьдесят один. Настоящая личность. Ты говоришь правду? Приготовьте указанные мной травы, и через десять дней я вылечу вас. Если господин и правда исцелит мои раны, я отплачу вам верной службой. А не расскажите, как вы познакомились с Ленсио? О, это была простая случайность. Кажется, он немного колебался при ответе. Молодой господин Сио, в этот раз вам повезло встретить великого мастера. За пределами аукционного зала. Молодой господин, на аукционе случилась неудача, из-за которой парня... Из-за какого-то парня по имени Линфан. А, понятно. Линфан, значит... Но, в конце концов, что с того, что он заполучил котёл, китайская медицина всё равно бесполезна. Ну, и что ты хотел спросить? Мальчик, кто ты такой на самом деле? Я хотел бы спросить у тебя то же самое. Отвечай на вопрос. Ай! Это место изначально было с... собственностью моей семьи. Это понятно. Но продолжай, мне всё ещё любопытно. Я не хочу продолжать, это секрет. Да я для тебя стараюсь. Из-за этого у тебя могут быть и неприятности. Не родился ещё тот, кто может доставить мне неприятности. Ну ты и хвастун. Ладно, забудь. Я думал, что ты просто богатый человек. Но не ожидал, что ты тоже культиватор. Расплейцин всё равно уже вовлечён. Я могу и рассказать. Мой дед член семьи Линь. Линь Тайфэй. Эй! Мой дед Линь Тайфэй из семьи Линь. Ну, и что? Глава 262. Будет, как я сказал. Похоже, ты и правда ничего не знаешь. Семья Линь разделена на главную ветвь и побочную. Днём побочная ветвь занимается делами, а главное, естествует. Видимо, Линь Янь Тайфэй и остальные принадлежат к побочной ветве. Если так, семья Линь могущественнее, чем казалось. У моего деда было два сына. Мой отец и мой дядя. Вот только мой отец обладал мятежным долгом. Он сбежал из семьи вместе с моей матерью. А потом у них родился я. Что ж, значит, ты прямой наследник семьи Линь. Но ты отказался от наследия и вместо этого совершаешь преступление. Хе-хе-хе. Когда мой отец был еще шип, он называл семью Линь клеткой, так что я тебе тоже предпочел свободу. Только я не ожидал, что ты окажешься столь могущественным. Если сыновья дяди узнают, что я был с тобой, то могут подумать, будто я вернулся бороться за наследство. Мои кузены уже на пике возведения основания. Остарший из них мог уже достиг... достигнуть... Нин Юань. Достигший начальной стадии Нин Юань мне не опасен. Это большое дело, ты понимаешь, парень? Эй, ты кого парнем назвал, малявка? Эй, больно! У тебя есть два варианта. Первый, учиться у меня. Тогда я проведу тебя так далеко, как ты и представить себе не мог. И второй, остаться мелким воришкой. Я... я выбираю второй! Хорошо, раз ты выбрал первый вариант... То станешь моим последователем. А что? Да я второй выбрал! Я сказал первый, значит первый! Этот парень... он опасен, очень опасен! Эй, ты что делаешь? Сиди спокойно. Терпи! Глава двести шестьдесят три. Говорящий котел. Если у тебя есть врожденные способности, то вставь на путь развития, ты сможешь быстро продвинуться через уровень совершенствования ты. С помощью камня девяти небесных богов тебе останется сделать всего шаг до возведения основания. Я... Ты сделал первый шаг на пути развития. Теперь тебе нужно заняться практикой. Это... Это ты? Это благословение богов, которое поможет тебе развиться до стадии Сендай. Но первым делом следует укрепить тело. Врожденные способности это здорово. В его развитии нет отклонений, да и нестабильном основании беспокоиться не придется. О... О... Хорошо. В течение ближайших дней ты продолжишь практиковаться дома. У меня еще есть дела. Когда закончу, я тебя найду. В конечном итоге я все же встал на этот путь. Спустя некоторое время. Отель. Хм... А теперь... Несомненно, в этом котле короля медицины уже зародился разом. Добавлю тебе огонька. О... Отец. Готово. При помощи камня Девяти Небесных Богов я сделал так, что этот котел теперь может общаться с людьми. Но не называй меня отцом. Зови меня хозяин. Глава Двести Шестьдесят Четыре. Сильные стороны. О... Хозяина. Да, хорошо. Значит, пока едва можешь пару слов сказать. Ничего, потихоньку я сделаю тебя сильнее. На следующий день. Я вхожу. Оленьфон, сюда. Так это и есть помощник, которого нашла Фэйфэй. Выглядит невзрачно. Состязание завтра, не так ли? Ага. Мунжан, это Лейфан. Рад знакомству. Слышал, ты будешь с нами, полагаясь, на тебя, брат. Хм, у этого Муажана аура похожа на Сюэй Инжоо. Фэйфэй, ты знаешь условия завтрашнего состязания? Да, оно будет состоять из трех этапов. Акунпунктура, изготовление лекарств и сложная диагностика. Сложная диагностика это то, в чем я силен. Акунпунктуру оставим Фэйфэй. Хорошо. Брат Лейфан, ты умеешь изготавливать лекарства? Да, конечно. Брат Лейфан, Сюэй Инжоо. Эксперт, не стоит быть беспечным. Для Фэйфэй очень важно это состязание. Надеюсь, ты покажешь все, на что способен. Об этом можешь не беспокоиться. Встретимся завтра. Глава 265 Собравшись вместе на следующий день Имперский Центр Медицинских Конференций. А здесь немало людей. Собрались почти все, кто связан с Медициной столицы. Мы не должны проиграть. Сюэйфэйфэй. Вот и ты. Фэйфэй, сегодня я покажу тебе, что времена изменились. Я не боюсь. Лимфан. Лимфан, я слышал, что ты купил котел короля медицины. Но не уж ли ты правду думаешь, что это поможет вам избежать поражения? Не попробуешь, не узнаешь. Сегодня вы потерпите поражение. Небольшой зал. Брат Лимфан. Хе-хе, не ожидал, что брат Лимфана притянится к веселью. О, Лимфан, ты тоже здесь? Вот уж не думала, что Лимфан знаком с Эншентином. Да, я представляю секту Божественной Медицины. О, так значит все будет еще веселее. Понятно. В чем дело? Почему ты все еще жив? Господин Лимфан, вы тоже здесь? Господин Лимфан, давно не виделись. Да уж, давненько, какое совпадение, что вы тоже знакомы с Лимфаном. Этот Лимфан похоже в хороших отношениях с Лишен Сином. И не только это. Хай Куа Тян обращается к нему очень вежливо. Тем не менее, победа точно будет за мной. Селина. Лимфан. Это Селина, одна из моих сестер. Это и есть младшая сестра, о которой говорю у учителя Цене. Селина, это лишь фан, это не фан, и я тебе о нем рассказывала. Никакой внутренней силы, выглядит как очень обычный человек. Но с ней явно что-то не так. Лимфан, ты уверен, что сегодня все будет в порядке? Но конечно, разве я могу проиграть? Глава 266 Соревнование начинается. Селина старший медицинский исследователь в стране М. Технологической компанией? В то же время отец Селины основатель крупнейшей технологической компании в Штатах. Да, компания отца Селины в основном разрабатывает медицинские экзоскелеты. Они помогают многим людям вернуть способность двигаться. это великое изобретение. Экзоскелеты? Интересно. Малышка Цинь, много о тебе рассказывала. Говорит, ты ее лучший ученик. Интересно посмотреть, правда ли она говорит. Занимайте свои места. Медицинская конференция вот-вот начнется. Удачи тебе, Эленьфан. Добро пожаловать. Нам нужно вам многое сказать, так что сегодняшнее мероприятие отличается от обычных. Это не простой обмен знаниями, а соревнования между традиционной китайской медициной и западной медициной. судьи медицинской конференции уможаемые в столице старейшины. Представляем вам наследницу гениального доктора Сюи Пэйпэй. Напротив нее человек, которого вы уже знаете. Исполнительный директор Сюи Фарма-Сютикал наиболее выдающийся молодой человек за последние 10 лет. Состязание будет поделено на три этапа. Акумпунктура сложная диагностика и изготовление лекарств. Акумпунктура? Но разве этим занимаются не только китайские меди... но разве этим занимается не только китайская медицина? Верно. Как тут соревноваться? Акумпунктура не уникальная для традиционной китайской медицины. Фюи Фарма-Сютикал разработала переносные наборы игл, которые можно использовать при многих болезнях, и они будут иметь определенный лечебный эффект. Кроме того, они могут предотвратить большинство хронических заболеваний. Это разработка наиболее продвинутая компания современных технологий. И в отличие от традиционной китайской медицины эффект может быть подтвержден. Похоже, этот парень попутно рекламирует свой новый продукт. Ладно, щенок, таких обычно топят, поэтому позволили гавкать. Итак, начнем первый этап соревнований между сектой божественной медицины и сию фарма сьютикал. Эти два человека были тщательно отобраны нами, и симптомы и физические состояния эти почти идентичны. больше же они диабетом. Больны же они диабетом первого типа. Диабет первого типа? Похоже, китайская медицина проиграет. Я никогда не слышал, чтобы кунг-кун-турой лечили диабет. Я буду участвовать на этом этапе. Иди этапе. Сейчас я продемонстрирую вам наши новые иглы. Старик, ли, как считаешь, мы выиграем? Традиционная китайская медицина глубока и необъятна. Но сию фарма сьютикал хорошо подготовились к этому соревнованию. Я не берусь предполагать, кто станет победителем. Глава 267. Ничья в первом раунде. Я попробую первым. Вы не против? Через полчаса можно будет провести анализ на сахар. Сюй Фэй, теперь твоя очередь. Девочка, это точно поможет? Доверьтесь мне. Приятно. Хорошо, теперь можно провести анализ на сахар. Так быстро? Похоже, наследница гениального доктора многое умеет. Не обязательно, может, она просто блефует? Мой сахар на нормальном уровне? Это правда? Китайская медицина удивительна. А у девочки неплохой уровень в аквентуре. Вот результаты анализов. Результаты одинаковы. Если вы продолжите курс нашей аквент пунктуры в течение шести месяцев, уровень сахара в крве будет оставаться нормальным. В этом раунде ничья. Переходим ко второму. Его тема сложная диагностика. Я пойду. Удачи. Полагаемся на тебя. Не волнуйся, предоставь все мне. Двести шестьдесят восьмая глава. Настоящая цель. О-о-о. Это последняя разработка Сьюи Фарма Сьютикал, которая полностью заменит те нагнестические аппараты, которые сегодня есть на рынке. О-о-о. Этот парень, вот его настоящая цель. А Сьюи Фэй Фэй, он просто использовал. Победа для него. Престепенно. Главное же, позволить Сьюи Фарма Сьютикал полностью монополизировать рынок Хося. Негодяй. О-о-о. Похоже, они уже разработали более продвинутый аппарат. Вот два диагноза. Ну как? Не беспокойся. Ты в безопасности. Что ж, объявляю результаты. Во втором раунде побеждает Сьюи Фарма Сьютикал. Что? Это невозможно. Все очевидно. Он проиграл намеренно. И последний раунд. Изготовление лекарства. Эти двоя страдают от холода. Их руки и ноги мерзнут круглый год. А также, они боятся воды и ветра. Участники должны приготовить лекарства, которые бы эффективно улучшили их физическое состояние. Прошу. Приступайте к подготовке. Лейфан, пожалуйста. Ты должен победить. Да. Без проблем. Двести шестьдесят девятая глава. Алхимия. Прости. Видимо, я оказался не так хорош, как он теперь, полагаюсь, у тебя. Тебе меня не одорачить. Я, наконец, могу закончить нашу игру. Но ты не выглядишь особо счастливым от необходимости соревноваться со мной. О? Если бы не у меня Сью и Фэйфэй, счет был бы 2-0. И все уже закончилось бы. В таком случае, не стоит поблагодарить ее. Однако, даже при счете 2-0, я бы не отказался от шанса разделаться с тобой. Хех. Скорее, от шанса порекламировать свои изделия. Итак, последний раунд. Изготовление лекарств начинается. А у вашей матери землянистый цвет лица? Да. Такое телосложение обычно получается, если мать не следит за собой во время беременности. Хм. Сердцебиение в норме. Пониженное давление. Но, по всей видимости, связано с обратной нейронной связью рецепторов. Огонь! Кто вообще использует алхимию в наши дни? Такое подходит только для того, чтобы обманывать людей. А этот юноша... Хорошо. Ищу и живу куда надежнее. Расти. Готово. Глава 270. Жидкость роста. Готово. Прошу взглянуть. Это укрепитель нервных волокон, разработанный нашей компанией. Он может химически разогнать активность нейронных рецепторов. Дай его пациенту. Да. Я больше не мерзну. Этот препарат разработан нашей компанией. Он работает очень быстро. Он помогает не только от замерзания, но и от других проблем, таких как мигрень, сердечная недостаточность и сосудистые заболевания. Ты фармаситиков великолепны. Ну точно, точно. У моей тетушки был сердечный приступ, но затем она стала принимать их пилюли. И это с полслоя жизни. Все их фармаситиков. Гордость Китая. А это последняя разработка нашей компании. Жидкость роста. Показавшая превосходные результаты в лечении травмы и заболеваний суставов. Хоть и не мгновенно, но она позволяет вылечить в десятки раз быстрее, чем в больнице. Вот только за это придется заплатить жизнью. Вы смеете торговать этим препаратом, вытягивающим человеческий потенциал. Если у тебя нет доказательств, надеюсь, брат Леньфана прекратит, мол, чепуху. Приказ у компании Сьюи спасли столько жизней, и при этом они дешевые. Какие в этом проблемы? Да-да, мы, обычные люди, можем позволить себе их. Какое невежество. Итак, вот пилюля, которую я изготовил. Она может излечить корень болезни, оставленный предыдущим телом. Вот, примите ее. Глава 271а. Скрытая атака. Спустя все эти годы, мне наконец-то тепло. Отлично. Просто замечательно. У тебя есть определенные навыки, но победить сегодня... Победю сегодня все равно я. С этого дня у Сьюи Фарма-Сьютикал не останется конкурентов. Сьюи Инджоу, по-твоему, ты сегодня победил? Читаешь, что добился своей цели? Мне еще есть что сказать. А что такое? Как я уже говорил, препарат Сьюи Инджоу стимулирует человеческое тело, принося в жертву будущий потенциал. В долгосрочной перспективе последствия трудно представить. Линфон, прежде чем обвинять кого-то, приведи доказательства. Ну и что с того, что ты это разглядел? Современные методы анализов не способны определить побочные эффекты. Признаешь ты это или нет? Один тест покажет истину. Что ж, раз брат Линфон мне не верит, давайте проведем этот тест. Сьюи Инджоу, ты думаешь, что современными методами невозможно определить побочные эффекты воздействия твоего препарата на человеческое тело, и поэтому не боишься? Но, ты кое-чего не учел, даже если современные методы не могут определить побочные эффекты воздействия на людей. Они вполне могут определить воздействие на другие живые организмы. О, раз препарат оказывает стимулирующий эффект, в нем наверняка много опасных ингредиентов. И достаточно одного испытания, чтобы это стало ясно всем. Оно очень простое. Достаточно взять мышь и некоторое время давать ей препарат от Ти-Фарма-Сьютикал. Если мои предположения верны, часа, часа через три подопытные животные умрет от ускоренного старения. О, это правда? О, это правда? Глава 272 Окончательная победа. Что это с ним? Что-то пошло не так. Может, ты что-то неправильно сделал? Ты так неуклюже пытался избежать проверки. Это бесполезно. Э, это вздор. С чего бы мне отказываться от проверки? Если это так, то давайте начнем. Плохо дело. Три часа спустя. Результат получен. Итак, объявляю, что белая мышь умерла от преждевременного старения и сокращения жизненного срока. Что? Я не хочу умирать, молодыма. Это есть что сказать. Лекарственном все хорошо. ты должна быть подкупил тех, кто проводил испытания. Ты инжел, твоя способность наносить ответный удар впечатляет. Основываясь на принципах честности и правосудия, если ты говоришь, что нас подкупили, то предъяви доказательства. если же у тебя нет доказательств, последствия тебе не понравятся. Да, верно, предъяви доказательства. А что насчет твоих доказательств? Вот подопытное животное, на котором проводился эксперимент. Вет и запах. Да, это точное лекарство компании Сиоин. Все все видели, так что я объявляю результаты состязания. В этом раунде побеждает Линь Панна. Глава 273. Громкие угрозы для муравья. Сиоин Джоу, ублюдок! Ты продавал лекарства, губящие наше здоровье! Убить нас хотел! Мерзавец! Что теперь будет с моим ребенком? Все кончено! Тей фарма ситикл теперь конец! Линь Панна! Это все из-за тебя! Черт! Черт! Линь Панна! Вот же глупец! дурак! А! Дэ! Линь Панна! Тебе не уйти от образ платы! Только подожди! Громкие угрозы для муравья. Вот же дурак. Господин Сюй! Господин Сюй, вы в порядке? Мусор! Господин Сюй, я же говорил, что у препарата серьезные побочные эффекты, но вы сами настаивали на его применение. Ты еще и оправдываешься? Ублюдок. 274-я глава. Тоб ты сдох, лень-пан. Братлинь, вы, а ты Великий Лепин. Ладно, ладно, отцепись уже. Ага. Лень-пан. Поздравляем, ты победил. Подобные мероприятия всего лишь детские игры. Я не воспринимаю их серьез. Ну, для тебя, может быть, это и игра. Учитель Цинь, братлинь, давайте победим вместе, и я плачу. Что ж, я вообще-то голоден. Попрощаюсь с мастером Ли, и готов буду пойти. О, братлиня, поздравляю. Благодарю вас, и мне уже пора. Хорошо, я тоже скоро ухожу. У меня еще встреча. На следующий день в офисе Сьюи Гроу. А вчера стало известно, что лекарство Сьюи Фарма Ситикал обладает опасными побочными эффектами. В настоящее время против Сьюи Гроу возбуждено уголовное дело. В связи с этим цена на акции компании обрушилась. Проклятие! Лень-пан, лень-пан, чтоб ты сдох! Господин Сьюи, Мо Жан привел некого старика и просит о встрече с вами. Пошли его прочь, я не хочу его видеть, я... Мо Жан говорит, что этот старик может помочь вам. Ладно, пусть его идут. Да. Змей-демон. Этот старик, он и правда способен убить лень-пана? Господин Сьюи, это почтенный змей-демон. Он бессмертный культиватор, достигший стадии дун-со. Что? Стадии дун-со? Откуда ты знаешь такого могущественного мастера? Когда-то давно я случайно спас ему жизнь. Так что, он и меня в долгу. Глава 275. Ночь темной луны. Проходите, присаживайтесь. Эх, я и обещал, Мо Жану. Я обязательно помогу. Спасибо, господин змей-демон. Мне нужно найти... Мне нужна ваша помощь в убийстве кое-кого. Простого человека или культиватора? Он культиватор. Его развитие находится на стадии возведения основания. Так что, рядом с вами он ничто. Ладно. А ему и правда еще не тридцати. Да. Хорошо. Этот старик поможет вам решить проблему сегодня ночью. Благодарю вас. И в знак благодарности заплачу 5 миллионов. А вот фото этого человека. Не думаю, что придется перетруждаться. Лейпан, это твой последний день. В ресторане? Братлинь, я тебя так уважаю. Кажется, она совсем опьянела. Я отведу ее домой. Да, хорошо. Мне тоже пора. О, кто-то следит за мной при помощи духовного чувства. 276-я глава. Превосходящая сила. Это ты следил за мной от самого ресторана при помощи духовного чувства? А ты хорош, если смог заметить мою слежку. И зачем же ты со мной шел? Тебе незачем об этом знать. Ведь сейчас ты умрешь. В этом мире концентрация духовной энергии низка. Весьма неплохо достичь стадии думца. Умри! Хм. Хм. Жалкие трехи. Хм. 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 Проклятье. Хм. Здохни уже! Хм. 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 Сейчас моя очередь. Как такое возможно? Хм. 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 Мстить. И это все? Быть не может. Откуда у тебя сила нирваны? О-ох. Пожалуйста. Отпусти меня. Я... Я лишь выполнял поручение! Тогда говори, кто тебя послал? Да. Это... Мо-жанä. Мо-жан? Очень хорошо. Держи глаза открытыми в следующей жизни. Ни всякого сречного можно недооценивать. На следующий день офис президента все игру. Ну что, Линфан мертв? Что, еще нет? Старого змея-демона не было всю ночь, и он до сих пор не вернулся. Он был убит. Есть такая вероятность. А что? Все, Инжао, ты сам напросился на смерть. Линфана, пощади меня. Я дам тебе все и гроб. 278 глава. Меня не подкупить. Все и гроб. Хорошо, пощади. Я отдам тебе все, что ты захочешь. Я хочу. Твою жизнь отдашь ее мне. Лохотила. Не стыло мне в этом ввязываться. Сбежать захотел? А я тебе разве разрешал? Мне приказывался, Инжао. Сам я не имею к этому отношения. Я готов заплатить на свою жизнь этим рецептом пилюля. Только отпусти. Вот. Это же рецепт пилюля. Дау-йон. Эта пилюля позволяет ускорить понимание дау. Господин Линь, если вы сохраните мне жизнь, этот рецепт ваш. Вещь и правда неплохая, но... Но... Что? Тебя я все равно убью. Я не хочу умирать. Ты предал Сюй в Пэйфэй. И еще хотел остаться в живых? Наивный. На следующий день. Поместье семьи Сюй. Эджуэр. Глава 279. Настойчивая Сюй-Фэйфэй. Я обязательно отомщу за него. Можан и Джуэр погибли. Их смерть явно дело руку мастера, достигшего стадии Дунсо. Стадии Дунсо? Я не могу ошибаться. Но не беспокойся, я все улажу. Придется просить о помощи деда. На следующий день. У ворот университета. Братишка Фан. Тут голоса. Доброе утро, братишка Фан. Мы опаздываем и идем на лекции. Ого, между ними такая теплая атмосфера. Хорошо, на лекцию. На лекцию. Братишка Фан, а ты можешь научить и меня изготовление лекарств? Тебе бы сначала овладеть техниками твоей секты, а потом уже о большем думать. Вот же. Фэй Фэй, посмотри, что я для тебя купил. Проклятье! Фэй Фэй, кто этот парень? О, это Бай Шоу-Дзи. Он пытался сделать меня своей девушкой. Глава 280. Семья культиваторов. Фэй Фэй, зачем тебе этот цыпляк? Видно же, что он нищий и ничего не может тебе дать. Я прямой наследник семьи Бай из Шан Зина. Обладаю могуществами силой. Он ничта по сравнению со мной. Ну, какое мне дело до твоей семьи, если ты сам просто невежественный болван. Болван? Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Эй. Пусти. Босс, вы в порядке? Вы чего стоите? Берите его. Да. Не подходи. Я наследник семьи Бай. Наследник семьи Бай? Да мне пофиг. Так, меня унизить. Подожди. Да ты сдохнешь. В будущем держись подальше от Сэй Фэй Фэя. Ты заплатишь за свою наглость. Ухватим. Спасибо, братишка Фан. А, да без проблем. Но должна сказать, этот Бай Шаудзы постарается отомстить. Тебе следует быть осторожным. Обо мне не беспокойся. Бай Шаудзы? Наследник семьи Бай. Это семья культиваторов. Так что не веди себя так беспечно. О, а это уже интересно. Глава двести восемьдесят один. Летом к лицу. Первый медицинский университет. Проклятье! Ты позвал меня, чтобы показать, как умеешь драться с деревьями? Кое-кто унизил наша семья. Что станет сделать, брат? Кто это был? Лени Пфана. Он тоже культиватор. И я ему не противник. Ну-ка, пойдем поищем этого самого Лени Пфана. Да! Около ворот. Лени Пфана, это ты? Ага. Говорят, ты оскорбил нашу семью. И судя по твоей наглой роже, это похоже на правду. Я не нагл. Просто веду себя, как и положено при встрече с муравьем. Хорошо. Очень хорошо. Раз ты тоже культиватор. Давай сразимся. Дойдем куда-нибудь. Да, конечно. Задний двор. Сопляк, сейчас ты заплатишь за свои оскорбления. Выучил пару приемов. И думаю, что это повод для заносчивости. О, вот как. Как ты смог остановить? Интересно. 282-я глава. Если будет следующий раз, я обязательно убью тебя. Сквоище. Заклятие. Даже достигшие возведения основания не могут разорвать этих оков. Да, как так-то? Вперед! Это... Это же... Ты меня расстроил, муравей. Культиватор, едва достигший возведения основания, посмел меня провоцировать. Ты мне не противник. А-а-а-а! В этот раз я лишь преподам тебе урок. Но если ты еще раз побеспокоишь меня... Я убью тебя без тихой жалости. Лень у пана. На следующий день. Поместье семьи Бэй. Господин! Простите, что был бесполезен? Пожалуйста, простите меня! А ну заткнись! В твои-то годы вести себя так? Сгляни на себя! Господин, вот информация, которую мне удалось собрать. Двести восемьдесят третья глава. Появление старика. Проваливай! Да, слышусь. Разве это не Бай Шао? Почему он так изранен? Неважно. Я еще не отопстил за своего сына. Так какое мне дело до остальных? Что-то еще? Шао? Кто мог сотворить подобное? Вчера меня побил. Я попросил кузина помощи ее потома. Моссор! Все из-за тебя! В чем дело? Решил выйти из уединения? И что я вижу? Ты бьешь моего внука? Отец! Этот мальчишка навлек на себя проблемы. В результате чего Шао сильно пострадал? Понятно, понятно. Шао Цзэ, что произошло? Дедушка! Во всем виноват один мерцавец по имени Лен Пан. Лен Пан? Я... Они проневали, а мне только что сообщали. Это он? Да, он точно. Он оскорблял нашу семью и избил меня с кузеном. Шао считается одним из лучших в своем поколении. А этот юноша оказался сильнее. Судя по всему, Лен Пан достиг пика возведения основания. А то и выше. Толь молодого возраста достиг такого уровня? Небеса! Благоволят мне! Стоя у меня появиться, я встречаю молодого человека с огромным потенциалом. Таньвэй! Отправь нескольких официальных посланников. Пусть пригласят ко мне этого леньфана. Понял. Глава 284 Преследование Отель. Комната леньфана. Ха. Аура. Слишком тонкая. Если я хочу пойти дальше, нужно придумать какой-то способ. Ого. Ты леньфан? И что? Я байки цини, и тебе бай. Наш головой приглашает тебя к себе. Семья бай? Это те, кого я в последнее время постоянно бью? Ублюдок! Что ж, раз по-хорошему ты идти не хочешь, мы заставим тебя. За ним! Думал, что сможешь сбежать? Думал, я убегаю. Я веду вас к месту вашей могилы. Наглый щенок! Построение! Сколы ищут драконов по строению? Именно! Смешно! И что? Вперед! Нет! В стороны! 285-я глава. Сражение. Боюсь, если бы не это магическое оружие. Как своим уровнем ты способен применять столь ужасающую технику? Это невозможно! Старик, если не веришь, я могу показать еще раз. Что ж, сопляк, ты сам напросился. Отправляйся в ад! Какая жалкая техника! О-о-о! Что? К-как такое возможно? О-о-о! Да, чтоб тебя! Глава 286. Пощады. О-о-о! И вы, четыре жалких мастера стадии возведения основания, хотели сковать меня? Это просто смешно. Ты... Ты не на стадии возведения основания? Нет. И что? Старший, я был неправ. Я дам тебе все эликсиры и все оружие, что есть у меня с тобой. Только прошу, оставь мне жизнь. Вот же. Если я убью тебя, я и так все это получу. Пожалуйста, пожалуйста, не убивай меня. Я расскажу тебе тайну. О-о, ну говори. Предок семьи Бай, Шао Ян, в городе. Это он приказал привезти тебя. Ему нужен сосуд, и он хочет заполучить твое тело. И каким образом он собирается это провернуть? У Патриарха есть магическое оружие, способное уничтожать души. Подобное оружие нечасто можно было встретить в моей прошлой жизни. Эта семейка Бай все же довольно интересна. Тебе известно, какой уровень у Патриарха? Средний уровень стадии Тунцова. Весьма неплохой уровень. Похоже, мне придется подготовиться, иначе я мог бы и не справиться. А знаешь, где сейчас Бай Шоо? Да, конечно, в общественной больнице. Я рассказал все, что знаю, так что, пожалуйста, отпусти меня. Ладно. Напавшего на меня я могу отпустить. Лишь на тот свет. Ну а теперь... Общественная больница, значит, да? 287-я глава. Похищение. Общественная больница. Прости меня, кузен! И это из-за меня ты пострадал. Все в порядке. Я просто был занощен. Как трогательно. Ты, ублюдок! Это ты мне? Как ты можешь быть тут? Дедуля же точно послал кого-то. Ну, продолжай. Это ты? Отпусти моего кузена! Скажи вашему патриарху, пусть приходит в лес рядом с окраиной города. Иначе, за последствия я не ручаюсь. На следующий день. Дедушка, пожалуйста, спаси кузена. А ну, тихо! Рассказывай по порядку. Что случилось? Дедушка, Леньфана вломился в больницу и добрал кузена. Леньфана? Ах, неплохо! Значит, те четверо не смогли схватить его. Глава 288. Взять Леньфана живым. Он сказал, что если я хочу спасти кузена, то должен убедить тебя прийти в лес украины города. Невероятный мальчишка! А зависта Леньфан? Некоторое время спустя. Мастер, зачем вы нас позвали? Один сопляк по имени Леньфан убил четверых ваших товарищей. Ого, а он храбрый малый. Давненько мне такие не попадались. Мастер, что требуется от нас? Он также похитил моего внука и унизил нашу семью. Озбодин, мы пригонжим его для вас. Болван, не убивайте его, просто притащите сюда. Понял. Последуй за ними на всякий случай. В лесу. Они идут. На золото! Ого! Идем. Глава 289. Наставление Будды. Некоторое время спустя. Как? Мы что, вышли из леса? Боюсь, мы попали под воздействие люди. И что нам делать? Наставление Будды. Монах, ты такой бесполезный. Что? Идите сюда. Помогите. Один я не справлюсь. Чёртов монах. Почему твоя печать ударила по нам? Ах, я сам не знаю. Неплохо. Вы ещё не померли? Ты, Линфан? Зачем семья Бай прислала вас? Они смотрят на меня свысока. Глава 290. Появление Патриарха. Ты троп. Ты троп. Какая дерзость. И это всё? Теперь моя очередь. Это... Есть я что? Вперед Защищаемся А теперь-то кто? Ох, редко можно встретить столь сильного молодого человека Патриарх семьи Баи, я полагаю Наконец-то и ты объявился А по-двоему, не нужно прятаться? Молодые люди не понимают, когда оказываются на пороге смерти Старик, который одной ногой в могиле собирается убить меня Я ведь прав, старик? Ублюдок 291 глава Четыре божественных руны Костяной стяг За использование такого магического оружия ты и правда заслуживаешь смерти Я добьюсь успеха Почему бы не убить ради этого кучку людишек? С этим стягом в руках я рекорд сделаю с тобой, даже если ты на пике стадии Ниньон Правда, что ли? Костяной стягом в руках я рекорд сделаю с тобой, даже если ты на пике стадии Ниньон Печать из четырех рун Какая чепуха Не думай, что если тебе один раз удалось отразить мою атаку, то ты можешь расслабиться Вперед! Вперед! Это... как такое возможно? Все окончено Да кто ты такой на самом деле? Глава 292 Смерть Не стоило со мной связываться Лупец Патриарх покинул тело? Подсознание Линфона Если я смогу поглотить твой изначальный дух, твое тело станет моим Мусор Как такое возможно? Ты могущественная реинкарнация В следующей жизни не лезть так небрежно в чужое подсознание Остается лишь один способ Бесполезно Этого не может быть В реальном мире. О, это? О, неплохое колечко. Хм, с этими ресурсами я смогу прорваться через следующий уровень и достичь стадии Дунсо. А в существовании семьи Бай больше нет необходимости. Глава 293. Вам не сбежать. В то же время, Дом Семи Бай. Уже столько времени прошло, а новостей нет. Надеюсь, не случилось ничего плохого. Хватит маячить перед глазами, сядь уже! Я просто волнуюсь за деда и остальные. Уровень развития твоего деда невероятно высок. С ним все будет в порядке. О, в самом деле... О-о-о! Этот голос... Ты Лейфан? Ага. Мой отец... Он... Ты все верно понял? Он мертв. О-о-о! Ты... Ты... Семья Бай – это логово змей. Вы использовали человеческие жизни для создания костяного стяга. Поэтому сегодня вы все исчезнете! Вперед! О-о-о! Бежим! О-о-о! Вам не сбежать! Двести девяносто четвертая глава. Сокровища в тайной комнате. О-о-о! Нет! О-о-о! Хм... Вот же! О-о-о! А это? Хм... Хм... Ясненько! О-о-о! 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 Что это тут у нас? Как он здесь оказался? О-о-о! Это меч Цинь Шухонде! Откуда он Семь Бай? Глава двести девяносто пять. Покушение. Этот меч обладает огромным потенциалом. А что тут еще есть? Звездный камень? Отлично! Интересно, что в третьей коробке? Надеюсь, она меня не разочарует. О-о-о! Это действительно тысячелетний фрукт и чаян. Важнейший ингредиент для изготовления дала Юндан. Я неплохо на этом заработаю. Да уж, семейка Бай и правда жалкая. Сидеть на сокровищах и остаться слабаками. На следующий день. Школьный класс. А брат Лимфан? Привет. Ты че-то вот такая радостная. Ах, хоть от слухи, что какой-то загадочный мастер вчера ночью уничтожил семью Бай. Семья Бай потеряла бдительность и, наконец, встретила свою судьбу. Если бы ты знала, что этот загадочный мастер и я. Как бы ты себя повела. Лимфань, можешь пройти со мной. Кажется, учителя... Учителя Ценя что-то заботит. В лесу. Ты сможешь оказать мне услугу? Какую именно, учитель Цень? Не нужно уехать на несколько дней. Сможешь приглядеть в это время за моей подругой Селеной? Всего-то да без проблем. Госпожа Цень, отдайте нефритовый кулон. Глава 296. Семья Цень из Селения. Кто ты такая? Повторяю последний раз. Отдай нефритовый кулон. А на меня внимания не обращают? Аж обидно. Что? Отпусти. Это наши с ней дела. Не вмешивайся. Открылся. Кто тебя прислал? Вот же. Ну, раз не хочешь ответить по-хорошему, придется тебя заставить. Эй, я член семьи Цень из Селения. Если тронишь меня, не сможешь справиться с последствиями. Селень? Семья Цень? Впервые слышу. Ну что? Семья Цень из Селения? Хватит. Лейфан, отпусти ее. Учитель Цень? Я тоже некоторым образом принадлежу к семье Цень из Селения. Мы с Юкой кровные родственники. И раз это проблема нашей семьи, решать ее мне. Ладно. Ну, погоди. И еще ничего не закончилось. Неужели этот нефритовый клон настолько важен для семьи Цень? Это тот самый клон, о котором шла речь. Да. Дайте взглянуть. Рисунок с Лейгас знакомый. Кажется, я где-то его видел. Зачем же он им так нужен? Это сложный вопрос. Ну, тогда расскажите, когда будете готовы. Спасибо, Лейнфан. Да, пустяки. Обращайтесь, если что-то понадобится. 297-я глава. Секретные исследования. В комнате отеля. Проклятие. Этот ублюдок. Меня с детства никто не бил. Лейпан. Я никогда не откажусь от непритого уклона, связанного с тайнами моей семьи. Юная ледиа, вы... Похоже, вы проиграли Циньцинь. Дядя Цинь, а что вы здесь делаете? Господин... Господин знает, что вы отправились на встречу с Циньцинь. И что с того? Господин сказал, чтобы вы не выставляли себя на посмешище и возвращались домой. Что? Я выставляю себя на посмешище? Да я же для него стараюсь. Господин сказал, что есть причина, почему предки решили именно так, а не иначе. Возвращайся и скажи старику, чтобы прислал кого-нибудь, кто сможет помочь мне преподать урок парню, кратящемуся рядом Циньцинь. А иначе я никогда не вернусь. Я понял. Линфан, я заставлю тебя пожалеть о своих действиях. Никто не может убить меня. Даже... Циньцинь. Группа Апокалипсис. Слава богам, эти китайцы удивительны. Асабиль, ты же исследовал секреты китайских бойцов. Селена! Ты... Ты пришла. Отвали. А... Ты... Так жестоко. Двести девяносто восьмая голова. Пусть не везит. Ты добился прогресса в исследовании китайцев. И генетический эксперимент имперцев близок к совершению. А... Ты же знаешь, исследование требует времени. Мутор. Компания дала тебе время и деньги. А прогресса нет. Вот. Посмотри на это. И что это? Тут описаны тайны культивации китайцев. Все дело в том, что наши воины не могут овладеть их истинной церкви. Понятно. Тогда продолжай исследование. Комната Леньфана. А, прорыв. Еще одна ступенька. Добрый вечер, Леньфан. Селена, давно не виделись. И вот так ты обращаешься с красивой девушкой. А как насчет приглашения выйти присесть? Да, прошу. Так какое же дело тебя привело ко мне в столь поздний час? И я хотела попросить помощи. Мне кое с чем. Просто скажите это. Вот. С каких это пор вас интересует китайский боевое искусство? О, они всегда меня интересовали. Двести девятая глава. Будь мягок, будь жесток. Нет. Ты не подходишь для изучения китайских боевых искусств. О, но почему? Ты не китаянка и недостаточно знаешь нашу культуру. Как ты сможешь изучать боевое искусство? И что? Совсем никакого способа. Это то, чему каждый учится сам. Тут нельзя помочь. Вот как. Ну что ж, тогда я пойду. Спасибо. Ублюдок. Похоже, что цель приезда этой селены в Китай не так-то проста. Некоторое время спустя. Пришлите сюда пятерых новых генетических бойцов. Леньфан, если быть мягкой не работает, я буду жестокой. Той же ночью. Селена. Селена, можешь выйти. Похоже, ты уже догадался, что это я. Решила поменять тактику и действовать жестче? Ты сам на это напросился? Вперед! Трехсотая глава. Любой, кто оскорбил Китай, будет наказан. Как такое возможно? Это не методы матчеров боевых искусств, а ты? Расскажи мне, с какой целью ты приехала в Китай? Не скажу. Хочешь попробовать это? Нет-нет. Если не хочешь умереть, отвечай. Я хочу объединить китайские боевые искусства с генетическими измененными бойцами. Даже варвары уже заглядываются на наши сокровища. Ты заслуживаешь смерти. Прошу, пощади. Я готов служить тебе. Что ж, ты сама это сказала? Я наложил на тебя духовную печать. Если ты предашь меня, она взорвется и ты умрешь. А теперь можешь идти. Хммм. На следующий день. О. О. Ты в хорошем настроении. Глава 301. Посещение врача. Господин Ли, почему вы здесь? Линфан, внучка моего старого друга, болеет странной болезнью. Про такую болезнь никто не знает, поэтому я приехал просить тебя о помощи. Да, без проблем. Господин Контя. Вы здесь, господин Ли? Господин Контя. А что это ты, юноша? Это мастер, которого я пригласил. Он сможет излечить странную болезнь вашей госпоже. Линфан, это здешний дворецкий. Здравствуйте. Прошу, следуйте за мной. Кто-то играет на цитре? И хорошо играет. Только мелодия слишком печальная. Это играет юная леди. Она с детства страдает от странной болезни. Даже не знаю, сколько врачей ее осматривали. Но все бесполезно. Мы прибыли. Мы прибыли. И снова я. А, Иван Баянин. Здорово, дружище. Спасибо тебе за соточку. Привет-привет. Моя госпожа. Господин Ли привел гениального доктора. О, кто он? Хоть Линфан молод, его лекарские навыки великолепные. Простите, что побеспокоил вас, доктор Линь. Не волнуйтесь. Я вылечу вас. Триста вторая глава. Состязание в лекарских навыках. И правда, необычно. Ледяная цель поглощает мою энергию. Госпожа Кон, прав ли я, предполагая, что вы начали чувствовать холод по ночам с тех пор, как вам исполнилось четырнадцать? Да, именно так. Доктор Линь, есть ли способ вылечить это? Способ есть. Хотя и непростой. Нужно... Врачевание? Это не только умение выговаривать зубы. Это не только умение заговаривать зубы. Дедушка. Соня Эр, дедушка нашел для тебя гениального доктора. Позволь представить, это гениальный доктор. Мой я и его ученик Ван Ю. Здравствуйте. Здравствуйте, госпожа Кон. Какая некрасатка. Если я хочу заполучить ее... Кто это? Старик Кун. Это гениальный доктор, приглашенный мною, дабы осмотреть твою внучку. Доктор, он... Вы серьезно? А почему нет? Похоже, твой учитель научил тебя только тому, как нести всякий вздор. Что ты сказал? Батя, блядок. Оно, стоять! Учитель? Так, юный друг обладает невероятными навыками. Да, средними. Но и это в сотни раз лучше ваших. Ты... Господин Кон, раз у вас уже есть гениальный врач, то этот старик не станет докучать вам. Доктор Мо, не сравнивайте себя с молодым человеком. Ну так, послушайте-ка меня. Доктор Линьфан уже осмотрел меня. Пусть теперь доктор Мо также прослушает пульс. А мы посмотрим, чей диагноз окажется точнее. Что скажете? О, хорошо. О, госпожа Кон, у вас холодное тело и вы давно не получали эффективного лечения. Болезнь так глубоко укоренилась, что теперь от нее трудно избавиться. Глава 303. Тела Таи-Инь. Но этот старик знает секрет. С его помощью можно изгнать холодное тело госпожи Кон. Какие травы вам нужны для лекарства, доктор Мо? Я немедленно прикажу их собрать. Красный тысячелетний фрок. Трава Огненного Духа и Драконий Жень-Шень. Вместе с моей техникой акунпунктуры, госпожа Кон будет исцелена. Правда? Я сейчас же отдам приказ отыскать их. Стойте. Эй, ты что творишь? Господин Кон, вы, конечно, можете сделать, как предлагает этот старый шарлатан. Если хотите, чтобы ваша внучка умерла. О-о-о. Лейфан, да ты хочешь сказать? Да-да, мне тоже интересно, что ты имеешь в виду, мальчишка. Что ж, раз ты такой неуч, придется объяснить. О, госпожи Кон, не просто холодное тело. Это тело Инь. Тело Инь? Что еще за тело Инь? Никогда так вам не слышал. Сам, небось, только что придумал. Есть ли способ излечить его? Конечно, если вы сможете наставить госпожу Кун на путь развития. Сделать ее практикам. Ха-ха-ха-ха, практикам книжек начитался. А ну, затканяйся. Ха-ха-ха, неужели он один из легендарных практиков? Так вы культиватора? Верно. Что? Это же... Да ладно! Глава 304. Ученик приветствует учителя. Этот старик упал слепа. Я увидел горные пигры перед собой. Прошу, простите меня. Лорд Линя столь могущественен. Прошу, помогите ей. Разумеется. Это... Это правда, что если я буду тренироваться с вами, мой училый Инь излечится? Именно так. Ученик, приветствуйте, учителя. Не надо. Вставай. Учитель, второй отец, так что нужно соблюдать этикет. Нет, ни к чему. Лучше прикажите найти тысячелетний, снежный женьшень, траву драконьего духа и красный тысячелетний фракт. Да, конечно. Дворецкий, ты все слышал? Принеси названные лордом Линям травы. Слушаюсь. Все травы доставлены. Хорошо. Я видел такое, лишь на изображениях древних свитков. Начали. Вот. Возьми. Ого. Скорее, прими эту пилюлю, и я дам дальнейшее наставление. Холодная цифр в твоем теле и больше не будет причинять боли. Да. Глава 305. Исцеление от холода. Запомни последовательность и повторяй ее сама. Да. Господин Линя, моя внучка, она... Не волнуйтесь. Что? Назад. Скапливающаяся много лет колот ужасает. Кунсюань, продолжай очищение. Дедушка! Тюнер, ты... Тюнер, ты правда в порядке? Глава 306. Спасибо за помощь. Я чувствую, что холод перестал разрушать мое тело, а наоборот, питает его. Чудесно. Чудесно. После исторических лет ты наконец излечилась. Ого. Ого. Госпожа Кон стала еще более похожа на фею. Придюжу язык. Мы не можем сейчас обидеть госпожу Кона. госпожа Кона. учитель. Я останусь на несколько дней, чтобы дать тебе наставление. Благодарю вас, учитель. Что ж, это хорошо. Несколько дней спустя. Господин Леня, этот юноша из семьи Цинь, привелся, да, пришел сюда и спрашивает вас. Из семьи Цинь? Меня зовут Циньфен. Перед тем, как моя сестра Циньцзин исчезла, она оставила письмо. Она просила передать его вам, если от нее не будет вестей. Письмо? Леньфан, спасибо за всю ту помощь, что ты мне оказал. Я постараюсь отплатить тебе следующей жизни. Ого. И куда отправилась твоя сестра перед тем, как исчезнуть? Она хотела посетить кладбище предков. Отведи меня туда. На горе. Кладбище Семи Цинь находится там. Показывай. Стойте, где стоите? Вам сюда нельзя. А? Ты же Циньфен? Как посмел ты? А потом Максим и Цинь привезти на запретные земли чужака. Глава 307. Ворваться на родовое кладбище. Не нужно узнать о местонахождении учителя Цинь. Вот у них и спрошу. Отвечай. Куда пошла? Цинь Цинь. Она пошла к гробнице предка. Идем. Да. Врата гробницы. Что происходит? Почему врата закрыты? Отойди-ка. Невероятно. Защитное построение охватывает Сигура. Есть другой способ войти. Войти можно при помощи нефритового клона Симе Цинь или меча Симе Бай. А откуда у Симе Бай ключ от гробницы вашего предка? Меч им оставили наши предки. И они не боялись что потонки Симе Бай воспользуются мечом чтобы войти в гробницу? Войти они не смогут. Внутри есть еще одна дверь и ее можно открыть только кровью Симе Цинь. Вот только к сожалению недавно семью Бай истребили и меч исчез. И ни впритого уклона нашей семьи у меня тоже нет. Ты имеешь ввиду этот меч? Ох, это же... Да, это меч семьи Бай. оказывается линьфан и есть тот загадочный человек который уничтожил семью Бай. Идем. Подождите меня. 308 глава погоня в гробнице предка. Так вот где ты прячешься. Ну почему не убегаешь? Почему ты так одержима этим кулоном что готова убить всех причастных? Что за тайны скрывает семья? Ну и дела госпожа которая ничего не знает сегодня ты умрешь так что могу и рассказать. Лишь прислонив нефритовый клон каменной статуи предка можно получить наследие. С его помощью можно достичь бессмертия. Ты хочешь обрести бессмертие? Даже если я умру я скорее уничтожу клон чем отдам тебе. Ты умрешь в этом ты права но кулон достанется мне. Хе-хе-хе наследие предков мое. Ну а ты сегодня присоединишься к нашим покойным предкам. Прощай дорогая кузина. ты еще что? Это всего лишь я. Линфан. Как я мог не заметить его приближения? Опять ты? 309 глава Кровавый призыв. прими это лекарство. Снова ты портишь мне настроение. Однажды я тебя отпустил, но ты снова ищешь неприятностей. Ты правда одержима придется разобраться с тобой. госпожа, с этим человеком не стоит связываться. Уходим. вот дурак. учитель цинь, побудьте здесь, а мне нужно кое-что сделать. Ладно. А, закрылись. в то же время. Мы на месте, госпожа. Это статуя предка. госпожа, положите нефритовый кулон в центр магического круга, а потом используйте кровь, чтобы обрести наследие. зверя. Поняла. Такая энергия. Ох, он появился. Глава 310. Появление дикого зверя. Это зловещий запах. Это это Юто. Хе-хе-хе, да. Так вот, как его наследие предка. О, он и сюда пришел. Ну что ж, вовремя. Юто, вперед, убей его для меня. Что? 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 Этот зверь слишком опасен. Нужно нанести превентивный удар. звездная печать. Умри. Глава 311. Тяжелая битва. И правда, поглотил интересно. вперед. Вперед! дождь. Должна быть, это самая тяжелая битва после моего перерождения. земля. О, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Спасибо, что одолел Юто, лень, ван. Как я и думал, твоя цель заключилась не только в том, чтобы снять печать. Соображаешь, благодаря тебе, я получу тело Юто. Сам бы с ним не справился. И ты специально Заманил меня сюда. Именно. Как ты мог быть уверен, что я приду спасать Цинь-Зин? Разумеется. Я изучил тебя и знаю, что любовь и справедливость для тебя не пустой звук. Я был уверен, что ты придешь сюда, узнав, что Цинь-Зин в опасности. Откуда возникла уверенность в том, что я смогу убить зверя? Глава 312. Месть. Если бы зверь убил меня, разве твой план не казался бы провален? Ничего страшного, подождал бы еще несколько лет. А зачем тебе так отчаянно нужен этот троп? Конечно же, ради мести. Этим предателям истим ее ценя. Предателям? В эпоху войны и хаоса предки желали восстановить славу императора Цинь. Моему предку стало известно, что в гробнице императора запечатан демонический зверь. Предки из семьи Цинь... Предки из семей Селинь Цинь и императорской семьи Цинь вместе вошли в гробницу и сняли печать. Вот только, когда дело было завершено, двое других, испугавшись, что мой предок станет слишком могущественным, объединились и убили его, а затем уничтожили остальную семью. Но они не знали, что несколько человек из нашей ветви выжили и даже остались служить им. И вот после многих дорогостоящих и неудачных планов они наконец преуспели. Ну, вот и конец истории. Теперь можешь умереть! Это же... Это сила моего гнева! Отправляйся в ад! Глава 313. Клин клином вышибает. Слабо! Ты слишком слаб! Тогда попробуй-ка это! О-о-о! Ха-а-а! 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 То же самое! Попробуй еще что-нибудь! Магический круг перед каменной статуей? Не зря же говорят, что клин клином вышибает. Э-э-э! Что ты делаешь? Похоже, я угадал. Нет! Стой! Ты попался в собственную ловушку. О-о-о! Что-о-о! О-о-о! Вот же болван! Глава 314. Взрыв. О-о-о! Убрленок! Ты такой тупой! Я прикончу тебя! К сожалению, у тебя не хватит способностей для этого. Даже если придется взорвать себя, я заверю тебя с собой! Как такое возможно? Как погодка у тебя там? Ха-ха! Как, кстати, у вас, ребят? Может, написать в чатике? Ммм, но 33 градуса сегодня это прям жестко было. Честно. Как такое возможно? Тебе еще слишком далеко до меня, мальчик. Но если хочешь взорваться, то я помогу. О-о-о! О, такая сильная регенерация даже немного интересна. А как насчет такого? Вперед! О-о-о! А-а-а! Это построение мечей, способное разрушить тело и расплавить даже первичный дох. Наслаждайся! Просто убей меня, если можешь! Убить? Конечно, я убью тебя. Но еще не сейчас. Глава 315. Получить по заслугам. Прошу, не убивай! Раскрою тебе свой тайный способ слияния с животными! Мне он не нужен. Нет! Нет! А-а-а! Лейпан, ты в порядке? Да, я в норме. Как же так? А что с ней? А-а-а! Про нее-то я чуть было и не забыл. отдохни пока у меня плюс 15 спасибо за полтинчик вон а но 15 прохладненько наверно по сравнению с температурой но главное что не минус погодой который мне кажется уже скоро будет реально летом спасибо тебе за поддержку дружище отдохни пока что это охранник ты их а почему он стал таким это долгая история некоторое время спустя оказывается мы все плясали под его дудку а здесь и не было никакого наследия да ему то чего он заслуживает да как скажешь глава 316 императора цини постой а то ты правда есть наследие о говоря по весь меч и колонна на пояс императора цини тогда получишь наследие я сказал тебе что ты просила так что отпусти меня да тут есть места куда можно их ложить если ты солгал мне умрешь кто вы зачем вы разбудили императора оцензинь цинь 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 бенда приветствует предка прошло столько лет встань дитя да а ты кто такой линфан приветствует императора цини шухуана У этого парнишки неплохое развитие. Хорошо. Добившись такого развития в эту эпору упадка духовной энергии, тебя можно назвать сыном небес. Благодарю за комплимент. А что со зверем запечатаны мной? Император Цинь, этот человек выпустил зверя, а потом объединился с ним. Предак! Если среди наследников императора появляются столь злобные люди, они должны быть наказаны. 317-я глава. Принятие наследия. О, нет! О, предак! А почему вы сразу не убили этого зверя? В те времена я желал развиваться и молодиться. Но древний зверь сломал печать и вырвался на свободу. Я и мои министры сражались с ним в тяжелой битве. Зверь был серьезно ранен, но в том состоянии у меня не оставалось сил убить его. Так что пришлось лишь запечатать его снова в том пространстве. О каком пространстве вы говорите, император? Изначально это была часть континента Кусю. Кто же мог знать, что там обитает император зверей? Тот самый, кого я так и не смог убить. Понятно. Зверь продолжает учиться, и печать скоро развеется. Задача по его уничтожению пойдет на твои плечи. Император Цинь, боюсь. В своем нынешнем состоянии я еще не готов выполнить эту задачу. Подойдите, дети. Примите наследие императора. Да. Это и есть наследие? Не волнуйся, юноша. Я презираю подлые методы. Я лучше исчезну между небом и землей, чем продолжу существовать так. Ты интересный мальчик. Я подрю тебя кое-что. Глава 318. Стань моим генералом. Я достиг пика. Цинь ши хуан. Вы дали мне слишком много. Я не знаю, что происходит с Циньцзин. И останется ли она собой. На колени. Как смеет обычный человек прямо смотреть на меня. Да ладно, а что? Уже и пошутить нельзя. А теперь еще раз, но повежливее. Я просто хотела подразнить тебя. Кто же знал, что ты такой грубый? Я подумал, что твое тело занял император. Благородный предок так не поступил бы. Да то, посмотрим на эту мантию с драконами. Здорово ведь, правда? Да, совсем неплохо. Вы выглядите как настоящая императрица. Есть моточно подмечено. До этого я назначаю тебя своим генералом. Хех, вот только давайте без этого. Вашей империи давно нет. Глупости. Мы на землях империи. И я ее правитель. Ах! Все же, император Цинь до сих пор влияет на вас. Глава 319. Сокровищница. Приняв наследие, я увидела жизни своих предков. А еще, многому научилась. А знаете, хотя бы примерно, где запечатан император зверей? Конечно, прямо в шуде. Отлично, тогда нам пора. Постой. Мы еще не смотрели сокровищницу предков. Сокровищницу? Ага. Думал, в такой большой империи не было сокровищ? Раз уж вы это говорите, видимо, там немало ценностей. Давайте посмотрим. И я проведу нас до места. Идем. Ах, да. Ух ты, так много всего. Можешь взять, что захочешь. Эти сокровища. Мой капитал для захвата мира. Эй, не говорите глупости. Мне тоже хочу быть императрицей. Это и есть сокровища, о которых вы говорили? А что, их недостаточно? Это пустая трата времени. Я ухожу. Постой. Ну ты совсем шуток не понимаешь, что ли? Конечно, здесь есть вещи и получше. Глава 320. Печь для пилюль. Мы на месте. Самые ценные вещи находятся здесь. Просто сломай эту стену. Похоже, ваши предки были теми еще виседчиками, если ударить по этой стене. Это задействует скрытый механизм, который обрушит на нарушителя морестрел. Ммм, у тебя совсем нет чувства юмора. Учитель Цинь, после принятия наследия ваш характер сильно изменился. Мда, я совсем этого не ощущаю. Идемте. Это печь для пилюль весьма непроста. Давай. Вкусно пахнет. Это пилюля небесного исправления. Что она делает? Пилюля небесного исправления лучше всего подходит для практиков, только что обретших силу. Она не только улучшает развитие, но и помогает укрепить основание. Возьмите ее. Ммм, спасибо. Пожалуйста. Она должна быть вашей. Здесь есть проход дальше. Давайте пройдем и посмотрим, что там. Глава 321. Духовные сокровища. Глянь-ка, что здесь делает такой покорожный меч? И вправду интересно. Пойду посмотрю, что в нем такого удивительного. Я не могу его вытащить. И Моя Ци потихоньку поглощается. Раз тебе нравится, Моя Ци, я накормлю тебя ей достата. Все же, он оказался сокровищем. Ого, за него можно будет выручить кучу денег. Лучше просто отдать его мне, я найду ему применение. Ммм, без проблем. А там, похоже, духовные травы и кристаллы. Давай посмотрим. О, это все твое. А вы не хотите? Для меня они бесполезны. Что ж, хорошо. Тогда я приму ее. Некоторое время спустя. Возьмете ее с собой? Да. В конце концов, она тоже член семьи Цинь. 322 глава. Зачарованная. За пределами гробницы. Как бы хотелось узнать, что случилось с сестрой. Старшая сестра! Сестра, это ты? Чего тебе? Зятя, ты плохо заботился о моей сестре, почему она так изменилась? А, это долгая история. Зятя? Не говори ерунды. Какой еще зять? Точно, не я. Зять, почему ты не хочешь признать это? Ты ведь так разволновался и узнал, что с сестрой что-то случилось. Правда? Вы же мой учитель. Разумеется, я должен помочь вам, если с вами что-то случится. Вот как. Ты потомок императора Цинь. Теперь, когда ты получила его наследие, разве тебе до сих пор нужно одобрение других? Нет, я не хочу его заставлять. Я желаю настоящих чувств. Ну, раз он сам не идет к тебе, остается лишь привязать его. Ты ведь империатрица Цинь. Верно. Я империатрица. Я могу взять все, что пожелаю. Учитель Цинь, что с вами? Леньфан, с этого момента ты только мой. Давай, не будем устраивать сцен. Я не устраиваю сцен. Я сказала, что ты мой. Мой. Учитель Цинь, вы под воздействием зачарования. Нет, это не так. Простите, учитель Цинь. Глава 323. Ты мой. Не надо, сестра. Ты мой. Тебе не сбежать из моей хватки. Что? Что? Развитие резко увеличилось, а разум не может совладать с этим. Сестра! Братли, почему она стала такой? Она одержима внутренними демонами. А когда она очнется, то станет такой же? Ничего страшного не случилось. Мне просто нужно несколько дней потренироваться, чтобы овладеть своей силой. Здорово! Дом семьи Кун. Кто здесь? Это я. Учитель, вы вернулись? Да. И как я вижу, даже когда меня нет, ты продолжаешь усердно тренироваться. Сионер, я собираюсь изготовить пилюлю. Скажи, чтобы меня не отвлекали, ладно? Конечно, я всем скажу. Глава 324. Пробуждение. Учитель, а какую пилюлю вы хотите изготовить? Пилюлю отмены. Учитель, вы говорили, что пилюли отмены используются для достижения уровня Синдай. Это эликсир, ослабляющий воздействие небесной кары. Как ожидалось от учителя, вы и на такое способны. Не буду вам мешать. Благодарю. Приступим. Комната Циньцзин. Сестра, ты очнулась? Где? Ты в своей комнате, сестры. Ты помнишь, как упала на брата Линя? Ты помнишь, как напала на брата Линя? Что? Последнее, что я помню, это как он от меня отказался, а потом... Потом пустота. Так, мелкий. Если ты кому-то об этом расскажешь, тебе конец. Не переживай, сестра, я никому не расскажу. Ладно, поверю на слово. Сестра, Линьфан сказал, что тебе нужно принять перелёг, который вы принесли из гробницы предков. Цинь Эр, ты проснулась? Я в порядке, папа. Хорошо, просто... А что случилось? Старейшина узнали от Цинь Йохэна, что ты получила наследие и заставляет нас отдать его им. Да. Ну, пусть попробуют. Глава 325. Учитель должен заботиться об учениках. Дзинь Эра. Прости, папа, я не могу контролировать тебя. Да, да ничего. Ты и правда выросла, дочка. Готово. Ммм, так вкусно пахнет. Учитель закончил. О, дедушка. Сёнь Эр. Дедушка, почему ты здесь? Я почувствовал приятный аромат, и оказалось, что он исходит из дома Линьфана. Учитель. О, вы вышли? Да. Брат Линь, а чем вы здесь занимались? Я изготовил несколько пилюль для Кун Сюани. О, тогда прошу прощения за беспокойство. Ну, в конце концов, я и учителя, так что я обязан помогать ей в развитии. Сёнь Эр, вот. Спасибо, учитель. Учитель. А, вы чего-то хотели? Нет, нет, я пойду. Пилюли Цинь Синь Сина помогают очистить разум и сосредоточиться. Удваивают результаты тренировок. Да, спасибо, учитель. Глава 326 Дух артефакта Ночью на безымянной горе Ночью на безымянной горе Ну, а теперь? Ого, неплохо. Ты прорвался на стадию Синдай в стульеном возрасте. А-а-а. Ты еще кто? И откуда ты тут взялся? Этот стырик, дух данного артефакта, меня зовут Сюаньмо. Ты меня устраиваешь, из тебя получится достойный хозяин. Этот артефакт и так мой, зачем мне твое согласие? К тому же, я проверял и никакого духа в котле не заметил. Это потому, что я был ранен и спал. В таком случае, что же тебя разбудило? 327 глава. Мир велик, я хочу увидеть его. Благодаря тебе не удалось восстановиться. Кстати, твой меч теперь тоже духовный артефакт. Хотя, тебе есть куда расти. В самом деле? Не переживай, я буду давать тебе наставления. Ну, теперь... Пошел. Ай-яй. Да, теперь это и правда духовное оружие. И ковер тоже заберу. Постой. Ну, чего тебе? Я хочу увидеть внешний мир. Поэтому, пожалуйста, не засовывай меня обратно. Нет. Я не буду мешать, честно. Вот как? Не будешь мешать? Ха-ха-ха. Зал совещания Сими Цинь. Цинь Цинь должна отдать наследие предка. Старей же направ. Верно. Это возможность для нашего усиления. Наглые старикашки. Цинь Цинь. Цинь Цинь. Отдай нам наследие предка. Вы? Цинь Цинь получила наследие предка и, разумеется, передаст его семье... своей семье. Что за чушь? Она должна следовать. Она должна сделать это прямо сейчас. Триста двадцать восьмая глава. Борьба людей. К чему такая спешка? К тому же, я не отказываюсь. Циньер придаст наследие. Циньер передаст наследие после того, как сама освоит его. Здорово. Пусть она отдаст его здесь и сейчас. Иначе вы лишитесь поста главы семьи. Кучка вонючих старикашек. Если передок что-то дал импи именно мне, значит, вас он счел не заставленными. Что? Это предупреждение для всех вас. В следующий раз вместо стола окажутся ваши головы. Идем, отец. На горе. О! Чего вздыхаешь? Да так, время идет слишком быстро. Такое впечатление, будто ты прожил сотни лет. Не важно. Кстати, а как ты получил уронение? А, это довольно долгая история. Ну так, расскажи. Моим последним хозяином был Лу Юна, глава Академии Чиньджи. Академии Чиньджи? Что-то я такое не слышал. Так Академии Чиньджи больше нет. Впрочем, можно было ожидать, что она исчезнет в реке времени. Тогда человеческая раса боролась за уживание с многочисленными расами людей и чудовищ. Дальше разгорелась война между людьми, демонами и зверями. Эта война сотрясла землю. А итогом стала победа людей, запечатывание зверей и истребление демонов. Вот оно как. 329-я глава. Одаренная Луной. Но у меня есть подрастрение, что враги могут вернуться, так что работай усерднее, юноша. Не беспокойся, я смогу защитить это место. Кстати, расскажи-ка, а бордели тут остались? Наглый мальчишка. Ах ты! Руины. Мой король. Печать начинает ослабевать. Ровно, что ли? Да, мой король. Значит, после стольких лет я вновь смогу насладиться вкусным человеческим мясом. Поздравляю, Ваше Величество. Передай войнам, пусть готовится. Слушайся. На следующий день. А, Сюнер. Что ты здесь делаешь? Сюнер. Стань моей девушкой. Нет. Сюнер. Открой дверь, ты мне правда нравишься. Сюнер. Эта девушка и есть твоя ученица. Именно так. Хороший выбор, одарённая луной. Если уж я взял её в ученики, разумеется, она хорошая. А, как скажешь. Триста тридцатая глава. Учитель поможет. Эй, над чем ты смеёшься? Просто увидела кое-что забавное. Насмехаешься надо мной. Эй, да что с тобой? Не смей надо мной смеяться. Если ты такой крутой, то подожди тут. Я кое-кому позвоню. Убирайся. Сказал же, нет. Это конец. Это конец. Откуда тут учитель? Учитель? Это я, не вам я. Да, знаю. Откуда вы? Не волнуйся. Пока я здесь, никто не будет тебе докучать. Вы так добры, учитель. Старик кона. Прочь с дороги. Идём. Посмотрим. Учитель, мне пойти с вами? Старый мерзавец, почему ты молчишь? Господин Пан, говорите яснее. Разве ты не говорил, что дети поженятся? Так почему мой внук жёстко избит в твоём доме? Мы говорили об этом один раз. Да и то было болепины. Нельзя воспринимать. Такую договоренность серьёз. Что ты сказал? Продолжение следует... Продолжение следует... иту naught. Да. Продолжение следует. Поговорим. Просто申し討 N할итка. Продолжение следует...